Это безусловно первоклассная сабля среди серебряных секретных предметов, подумал земной рыцарь. Нет, это слишком дорого. Земной рыцарь из секты Небесной Удачи поспешно отказался. Честно говоря, очень немногие земные рыцари в секте Небесной Удачи могли подарить такой первоклассный серебряный секретный предмет. Неужели отшельник думает, что искренность Джан Те и семьи Джан не может сравниться с таким безжизненным объектом? Лицо Джан Те сразу же стало серьезным, и он продолжил. Мы искренние друзья. Это всего лишь кусок серебряного секретного предмета. Если отшельник не возьмет его, это означает, что отшельник и секта Небесной Удачи смотрят свысока на Джан Те, и считают, что Джан Те не достоин быть другом. Или отшельник думает, что безопасность семьи Джан не может сравниться с серебряным секретным предметом? Если это так, то я завтра же заберу своих сыновей из секты Небесной Удачи, и отныне между нами больше не будет никаких связей. Джо Хун Бан серьезно посмотрел на Джан Те в течение нескольких секунд, после чего серьезно кивнул и принял эту серебряную секретную саблю. После того, как Джо Хун Бан принял ее, Джан Те улыбнулся. Поскольку отшельник собирается вернуться в секту Небесной Удачи, Джан Те интересно находится ли брат Цену на базе секты Небесной Удачи? Боевой племянник Цену культивировал в царстве элементов земли. Но после того, как в стране Тайся разразилась катастрофа кровавых фигур, секта Небесной Удачи созвала всех рыцарей из царства элементов земли. Боевой племянник Цену возможно на обратном пути в секту Небесной Удачи. Если это так, тогда пожалуйста передай этот предмет брату Цену, сказал Джан Те. Затем он махнул рукой, после чего в его руке появился серебряный секретный длинный меч. Судя по внешнему виду, этот меч мог сравниться с саблей. Он может даже иметь некоторые особые способности. Несмотря на то, что у Джо Хун Бана был богатый опыт, он все же был поражен. Кто бы мог подумать, что Джан Те мог так просто подарить два серебряных секретных предмета. Это же серебряные секретные предметы. Это не рунное оружие, которое можно купить на рынке. Как может земной рыцарь так просто подарить два серебряных секретных предмета? Какой богатый рыцарь? Подумал земной рыцарь из секты Небесной Удачи. Тем не менее, Джо Хун Бан все же принял оба серебряных секретных предмета. Затем он вынул кольцо и маленький кристалл, после чего передал их Джан Те. С помощью этого кольца дистанционного зондирования, ты сможешь связаться со старейшиной Цинфыном. Сыновья старейшины Мушеня являются учениками старейшины Цинфына. Маленький кристалл содержал телекоммуникационный код и секретный код, который использовался для подтверждения обеих личностей. После введения в него духовной энергии и прочтения содержимого, кристалл треснул и сломался. Таким образом, лишь один человек мог прочитать его. Закончив говорить с Джан Те и попрощавшись с родителями Джан Те и Джан Яном, этот земной рыцарь выстрелил в небо и полетел на юг от города Цзинью под взглядами всей семьи Джан. Лишь после того, как эта серая точка постепенно растворилась в небе, семья Джан Те вернулась в дом. Джан Те обернулся и посмотрел на своих родителей. Внезапно он жадно улыбнулся. Мама, сегодня хорошая погода для горячего котелка, блюдо такое, тушеное мясо с овощами. Мама Джан Те на секунду опешила. Обменявшись взглядами с отцом Джан Те, она показала ласковую улыбку. Ты хочешь горячий котелок? Да. Джан Те показал горькую улыбку, потирая свой живот, я думал, что смогу наесться дома. Но я не предполагал, что даже дома буду голоден. Вчера я совсем не наелся. Вчера мне пришлось поговорить со стариком, моим старшим дядей и младшими дядями. Затем множество моих двоюродных родственников и 70-80 детей моих двоюродных братьев предлагали мне тосты, и по очереди называли меня дядей. Я не мог игнорировать их, и я также не мог просто есть. Поэтому я не наелся. Мой живот все еще урчит. Как только я вспомнил тушеное мясо с овощами, приготовленное мамой в городе Блэкхат, плюс рисовый напиток, я не мог не пустить слюни. Бай Сусянь с интересом посмотрел на Чжанте. Она впервые видела такого Чжанте. Когда она сравнила его с внушительным взглядом Чжанте в царстве элементов земли, Бай Сусянь почувствовала себя забавно. Хорошо, тогда давайте приготовим горячий котелок. Сказала мама Чжанте, после чего она и старшие невестки и жены Чжанте. Так совпало, что в городе Цзинью начался ежегодный отпуск, поэтому я свободен и помогу твоей маме. С улыбкой сказал папа Чжанте, я приготовлю все необходимые ингредиенты, сказал Чжан Ян. Я как обычно буду отвечать за жарку, сказал Чжанте. Затем он бросил взгляд на самую старшую невестку и сказал, самая старшая невестка хороша в приготовлении соуса чили и холодного блюда. Я уже давно не наслаждался едой старшей невестки. Ван Хуэчжин улыбнулась и бросила благодарный взгляд на Чжанте. Ван Хуэчжин знала, что после того, как Чжанте назвал ее самой старшей невесткой и упомянул, в каких блюдах она хороша, ее положение в семье стало нерушимым и непоколебимым. Среди три жен Чжан Яна, Ван Хуэчжин имела самое обычное происхождение и внешность. Кроме того, после Нового года Чжан Ян женится на четвертой жене из клана Чжу. Это был клан губернатора провинции. Поскольку четыре я жена пришла из такого большого клана, она должна иметь выдающуюся внешность и фигуру. Поэтому, будучи женщиной, Ван Хуэчжин чувствовала опасность за свое положение в семье. Лучшею не Ван Хуэй не обменялись взглядами друг с другом, после чего улыбнулись. Соус чили и холодное блюдо старшей сестры Хуэчжин действительно очень вкусные. Мы поможем старшей сестре Хуэчжин приготовить их. А что насчет нас? Спросила Фиона, невинно указывая на свой нос. Чжан Ти осмотрел Фиону с головы до пят, после чего сказал, ты хорошо ешь, поэтому это и делай, а Линда и Беверли могут помочь маме. Противный, я не свинья. Фиона покраснела и топнула по земле. Все разразились смехом. Бай Сусянь хороша в обжаривании мяса. Ты должна показать свой талант. Чжан Ти посмотрел на Бай Сусянь. Бай Сусянь радостно улыбнулась в ответ. В этот день особняк Чжан был наполнен приветствиями и смехом. С тех пор как он вернулся домой, Чжан Ти больше не покидал членов своей семьи. Он просто играл со своими детьми, проводил время с родителями, гулял и беседовал со своими женами или наблюдал за заснеженным пейзажем. Каждое утро, Чжан Ти вместе со своими детьми лепил во дворе разных снеговиков. Во время создания странных снеговиков, дети Чжан Ти становились с ним все ближе и все более естественно называли его папой. Пока Чжан Ти наслаждался долгожданным теплом семьи, новость о том, что Чжан Ти вернулся в город Зинью, распространилась по всей стране Тайся и поразила всех. На самом деле никто не был поражен тем, что Чжан Ти вернулся домой. Что действительно шокировало всех, так это то, что Чжан Ти всего за несколько лет стал земным рыцарем. Более того, Чжан Ти был тем самым Цуэли, который основал секту Железного Дракона. Всего за несколько дней, весь город Зинью стал столь же шумным, как кастрюля с кипящей водой. Многие люди прибывали в город Зинью из разных провинций северо-восточного военного округа и даже более далеких мест. Они хотели увидеть Чжан Ти, отправляя официальные запросы на визит или щедрые подарки. Однако Чжан Ти отказывал всем. Особняк Чжан почти ежедневно получал около 100 официальных запросов на визит. Тем не менее Чжан Ти игнорировал их все. За это время, Чжан Ти встретился всего с тремя группами людей. Первая – Дандир. Вторая – группа Барлея. И третья – Чжан Ти встретился с родителем Биверли и Фионы. После строительства города Зинью, родители Биверли и Фионы также переехали в город Зинью и жили богатой жизнью. Кроме семьи Чжан, мало кто знал об отношениях между ними и Чжан Ти. Таким образом, Чжан Ти поприветствовал новый 904 год. После новогоднего праздника, дворец Хуайань опубликовал новость о том, что 2 февраля они проведут церемонию вращения чакры Чжан Ти. 2 февраля был лучшим днем года для проведения церемонии вращения чакры. Глава 1194. Начало хаоса дома. Время летело очень быстро. Особенно после новогоднего фестиваля. Вскоре уже наступил конец января. Чжан Ти уже почти месяц оставался дома. В течение последнего месяца, помимо проведения времени с членами своей семьи, Чжан Ти также обращал внимание на ситуацию в пустыне льда и снега. Очевидно, что для империи священного света было глупо отправлять экспедицию в пустыню льда и снега зимой. Потому что две гавани, которые экспедиционный флот хотел использовать для пополнения запасов по пути, были заморожены. Поэтому экспедиционный флот столкнется с большой проблемой, если отправиться зимой. Пустыня льда и снега находилась в самой северной части субконтинента Вае. Чем ближе к обширной безымянной ледяной земле, тем медленнее флот двигался бы из-за северо-западного ветра и волн, не говоря уже об айсбергах, которые могут скрываться под водой. Торговые корабли и бизнесмены, которые передвигались между Священным Ледяным Королевством и Западным Континентом, внимательно следили за движениями империи Священного Света. Потратив много денег, разведывательная сеть Священного Ледяного Королевства начала быстро развиваться на Западном Континенте. Разведывательные данные об экспедиционном флоте Империи Священного Света собирались в Санкт-Петербурге почти каждый день. После анализа разведывательных данных со всех сторон, понтифик Сарлин предположил, что экспедиционный флот Империи Священного Света скорее всего выдвинется в путь в середине февраля или начале марта, максимум в конце марта. Поэтому Джан Ти успокоился. После завершения церемонии вращения чакры, у него будет достаточно времени, чтобы разобраться с этой проблемой. Джан Ти не думал о том, как уничтожить экспедиционный флот Империи Священного Света. Он думал о том, как напугать Империю Священного Света, сделать так, чтобы эти чертовы ублюдки не смели больше бросать свои жадные взгляды на Священное Ледяное Королевство. Если он не сделает этого, учитывая общую силу Империи Священного Света, даже если они потерпят поражение один раз, они атакуют Священное Ледяное Королевство во два и краткой раз, и даже в три и краткой раз. Если все так и продолжится, то Священное Ледяное Королевство будет иметь бесконечные проблемы. Гаурас и Дали еще до Нового Года вернулись в Пустыню Льда и Снега. За эту поездку им не удалось найти союзников и надежную опору. Все потому, что большие кланы страны Тайся были слишком разборчивы. Они не будут вкладывать деньги в бесплодную землю Пустыни Льда и Снега, не говоря уже о том, чтобы вступать в союз с этой маленькой страной. Если бы не встреча сокровищ, Гаурас и Дали вряд ли бы привлекли внимание какого-либо крупного клана страны Тайся. За время встречи, они действительно продали несколько флаконов источника энергии Берсерка. Но для многих покупателей, так называемый источник энергии Берсерка из Пустыни Льда и Снега был просто хорошим препаратом, который мог заставить людей впасть в состояние Берсерка. Несмотря на то, что этот эффект может работать всю оставшуюся жизнь, активировать его действие было нелегко. Не каждый боец мог активировать эффект этого препарата. Возможно, источник энергии Берсерка и полезен для бойцов низкого уровня. Однако после становления рыцарем, этот источник становился бесполезным. На встрече сокровищ, все предметы, которые были бесполезны для рыцарей, едва могли привлечь внимание общественности. Гаурас и Дали не нашли сильного союзника для Священного Ледяного Королевства. Однако они принесли новости о широкомасштабном хаосе на холме Сюаньюани в стране Тайся. Министр финансов страны Тайся оказался лакеем демонов, а по всей стране Тайся разгорелась катастрофа кровавых фигур. Эта новость вызвала большой шок в Священном Ледяном Королевстве, не говоря уже о Западном Континенте и других субконтинентах. Даже Сарлин связался с Джанте, чтобы узнать, как у него дела. Для людей с других континентов и субконтинентов, страна Тайся была непревзойденной. Люди со всех континентов и субконтинентов жаждали, ревновали и ненавидели процветание и силу страны Тайся. Тем не менее, страна Тайся и люди Хуа несомненно были столпами и надеждой всех людей в войне между людьми и демонами. После начала беспорядков на холме Сюань-Юань, первыми кто почувствовал страх, были не люди Хуа в стране Тайся, а высокопоставленные люди на континентах и субконтинентах за пределами страны Тайся. Они понимали, что они не переживут эту священную войну, если страна Тайся падет из-за гражданской войны. Священная война был как страшный шторм, а страна Тайся была самым большим человеческим линкором в этом шторме. Если самый большой человеческий линкор перевернется и потонет, окружающие лодки наверняка будут разбиты огромными волнами. Если страна Тайся не сможет отбить демонов, у человечества начнутся самые мрачные дни. Как дела в стране Тайся? Чжан-Ти действительно не знал, как ответить Сорлину. Личные дела Чжан-Ти были в полном порядке. Он стал земным рыцарем и его признали невиновным. Кроме того, он стал известным по всей стране Тайся. Сила семьи Чжан также постоянно росла. Помимо универсального лекарственного средства, награжденная земля огненного дракона скоро произведет революционный высокоэффективный спирт. Кроме того, Чжан-Ти вернулся домой. Он был с членами своей семьи и каждый день играл со своими детьми, в результате чего его фундамент в стране Тайся становился все стабильнее. А у него появлялось все больше и больше друзей. Он даже наладил связи с особняком Лорда и сектой Небесной Удачи. А человек, который подставил его, был лично убит Чжан-Ти. После чего он даже заработал целое состояние. Можно сказать, что ситуация Чжан-Ти была беспрецедентно хорошей. Он еще ни разу не жил так лениво и комфортно. Но пока Чжан-Ти проживал лучшие дни в своей жизни, холод 3 и краткая священная война обрушился на всю страну Тайся. После наступления зимы, кровавые фигуры по всей стране Тайся, а особенно в северных регионах, временно замедлили свои действия. Кровавые фигуры стали более разбросанными, причиняя все больший урон. В декабре, катастрофа кровавых фигур поражала всего 60 провинций. Однако уже в январе, кровавые фигуры были обнаружены по всей стране Тайся, за исключением некоторых диких провинций и холма Сюань-Юань. Катастрофа кровавых фигур распространилась по всей стране. 1 января, 904 года по календарю черного железа, катастрофа кровавых фигур, вспыхнувшая менее 2 х месяцев назад, привела к гибели более 0,37 миллиардов человек. Эта цифра увеличивалась с каждым днем. По всей стране Тайся бегало более 10 миллионов кровавых фигур. Хотя эта цифра постоянно падала, оставшиеся в живых кровавые фигуры все равно убивали людей и вызывали панику по всей стране. Даже провинция Юджау была вовлечена в эту суматоху. 3 января, пока Чжанте был погружен в праздничную атмосферу Нового года, несколько групп кровавых фигур ворвались в горный хребет Яньгу из провинции Тунджау. После входа в горный хребет Яньгу и уничтожения двух небольших горных деревень, эти кровавые фигуры полностью исчезли. Когда охотник, живущий в горах, обнаружил, что две небольшие горные деревни стерты, он поспешно сообщил об этом чиновникам. Поэтому вся провинция Юджау напряглась, особенно гарнизоны в городах, расположенных около горного хребта Яньгуй. Как только награжденная земля огненного дракона получила эти новости, они оцепили всю территорию. Затем Чжанте получил хорошие новости, связанные с кровавыми фигурами. Тюрьма «Боевая крепость», которую Чжанте строил возле ворот секты Железного дракона, была официально готова. Чжанте назвал эту тюрьму «Боевой крепостью подавления демонов». Крепость может содержать 200 000 кровавых фигур. Чжанте еще не посещал «Боевую крепость подавления демонов», тем не менее он слышал, что она была даже больше, чем «Кристаллическая боевая крепость» в театре Селниса. После того, как «Боевая крепость подавления демонов» была завершена, первая партия из 1-287 кровавых фигур, купленных Чжанте и бизнес-группой Цзинью, была заперта внутри. Охранники Цзинью отвечали за надзор над ними. По мере того, как катастрофа кровавых фигур распространялась по всей стране Тайса, верные последователи церкви, достигающей небес которой и произвели эту катастрофу, полностью растворились. Глава 1195. Конец ленивых деньков. Многие пропавшие верные последовали церкви, достигающие небес, и эксперты были тесно связаны с храмом кровавой души. Поскольку эти верные кланы и последователи не были найдены во время строительства кровавых морей по всей стране Тайса, это означало, что они не были обычными кланами. У таких кланов был по крайней мере один рыцарь черного железа. Согласно официальной информации, верные последователи церкви, достигающей небес которой были раскрыты из-за катастрофы кровавых фигур и кровавых морей, насчитывали около 264 рыцарей черного железа, 19 земных рыцарей и один теневого рыцаря. Единственный теневой рыцарь происходил из клана Гаа провинции Лянчжау, одной из девять бессмертных провинций страны Тайса. На этот клан вышли по жене Ханчжинфана, поскольку она была родом из клана Гаа. Если бы не событие на холме Сюаньюань, кто бы мог подумать, что известный клан Гаа из провинции Лянчжау принадлежал церкви, достигающей небес. Этого теневого рыцаря звали Гаа Тиньчжаа, бывший глава клана Гаа, а также прапрадед нынешнего главы клана Гаа. Помимо Гаа Тиньчжаа, четыре земных рыцаря и более 30 рыцарей черного железа клана Гаа также были объявлены в розыск. Все рыцари клана Гаа сбежали. Всего за одну ночь, уважаемый клан Гаа полностью рухнул, что потрясло множество людей. Это произошло, когда Джан Ти еще находился в подземном море Магмы. Джан Ти узнал детали этого события только после возвращения в провинцию Ючжау. Клан Гаа был первой суперсилой страны Тайса, которая полностью рухнула из-за того, что была на стороне демонов. Поскольку клан Гаа был всего лишь на уровень ниже королевской семьи, это событие оказало большое влияние на всю страну. Все большие кланы страны Тайса были шокированы. Ходили даже слухи о том, что Верховный суд нашел алтарь храма Кровавой Души в клане Гаа. Таким образом, секретная личность клана Гаа была раскрыта. После этого было подтверждено, что клан Гаа принадлежит храму Кровавой Души. Поэтому многие люди напряглись, кто знал, какие еще кланы кроме клана Гаа, были связаны с храмом Кровавой Души. Никто не предполагал, что храм Кровавой Души мог оставить столько бомб замедленного действия в стране Тайса после того, как семь лучших сект страны Тайса объединились, чтобы уничтожить его. Чтобы поймать рыцарей церкви, достигающей небес, министр юстиции, один из девять министров страны Тайса, много лет находившийся на холме Сюань-Юань, покинул холм Сюань-Юань. Он лично руководил и осуществлял окружение и уничтожение этих парней. Все верховные эксперты провинциальных и префектурных судов всей страны Тайса начали поиски и истребления этих рыцарей. К счастью, катастрофа Кровавых Фигур разразилась очень неожиданно, из-за чего у церкви, достигающей небес, было мало времени на подготовку. Если бы они полностью завершили приготовление, то более 10 миллионов Кровавых Фигур, под предводительством такого количества рыцарей, нанесли бы ущерб в десятки и даже сотни раз больше, чем то, что когда-то произошло на субконтиненте Вае. Пока рыцари Трехглаза и Ассоциации противостояли атакам человеческих рыцарей, суперкорпус демонов на Земле не имел себе равных. Но после потери руководства рыцарей, Джанто очень быстро уничтожил суперкорпус демонов. Точно так же и тут, суперкорпус Кровавых Фигур будет медленно разделен человеческими рыцарями на более мелкие группы, подобно тому, как повар разделывал быка. Постепенно все Кровавые Фигуры будут окружены и уничтожены человеческими корпусами. Создав великий хаос по всей стране Тайся, рыцари церкви, достигающей небес, казалось, внезапно исчезли. По крайней мере, Джанто не слышал о каких-либо серьезных действиях этих ублюдков за последние два месяца. Даже Джангуй не знал, где они могли прятаться, и что они планировали. Ранее Джангуй следовал лишь за Ханчжинфоном и Ханьюаньхуном. Он почти не пересекался с последователями церкви, достигающей небес, которыми непосредственно управлял Ханчжинфон. Несмотря на то, что Джангуй знал некоторых верных последователей церкви, достигающей небес, он не знал конкретных планов этих людей. По словам Джангуя, подчиненные Ханчжинфона были разделены на два лагеря. Первыми были те, кто были с ним еще со времен Храма Кровавой Души, а вторыми те, которые присоединились позже. Хотя эти лагери выглядели как единые целые, они отличались друг от друга. Джангуй присоединился к Ханчжинфону уже после, поэтому Ханчжинфон всегда сохранял бдительность в отношении него. В результате чего Джангуй не мог участвовать в некоторых важных операциях. Джангуй в основном следовал за младшим сыном Ханчжинфона, Ханьюаньту. Ханчжинфон больше доверял тем, кто был с ним еще со времен Храма Кровавой Души, например Кланга, который находился в прямом подчинении Ханчжинфона. Те, кто присоединились позже, в основном находились в подчинении Ханьюаньхуна. Когда Джангуй искал убежище у Ханчжинфона, он не знал, что его подчиненные были разделены на два лагеря. Он понял это лишь со временем. Вся страна Тайся была в хаосе, поэтому мало кто мог лениво отдыхать дома, особенно рыцари. По мере того, как страна Тайся становилась все более хаотичной, будучи человеком Хуа, Джангуй не мог просто сидеть сложа руки. 17 января, после того, как Джангуй провел дома чуть менее месяца, он получил сообщение из дворца Хуайань. Его пригласили на встречу во дворце предков для обсуждения чего-то важного. Все старейшины Джангуй и Сюань примут участие в этой встрече. Учитывая масштаб встречи, они определенно будут говорить о чем-то важном. Конечно, будучи старейшиной дворца Хуайань, Джангуй не мог отсутствовать, поэтому Джангуй должен был пойти туда. Во второй половине дня 18 января, после обеда игр со своими детьми, Джангуй попрощался с членами своей семьи. Вскоре после этого он взлетел в небо и ринулся в сторону города охватывающего тигра. Глава 1196. Тихое прибытие в город охватывающего тигра. Город Цзинью находился менее чем в 600 милях от города охватывающего тигра. Расстояние между городами Цзинью и охватывающего тигра может быть большим для простых людей, и займет много времени. Однако для такого земного рыцаря как Джанте, расстояние в 600 миль было похоже на поход на рынок. Даже без использования способности божественного доминатора, Джанте мог прибыть в город охватывающего тигра всего за час. После 5 января, снег наконец-то перестал сыпать. Тем не менее было все так же холодно. Особенно в последние несколько дней, Джанте достиг города охватывающего тигра в районе 1400. Затем он приземлился в безлюдном переулке жилого района, который находился неподалеку от гавани города охватывающего тигра. Приземлившись на землю, Джанте надел снегозащитный капюшон и застегнулся. В результате чего, большая часть его лица была скрыта, раскрывая лишь его брови и глаза. Учитывая популярность Джанте в провинции Юджау, только таким образом его не узнают на улицах. Последнее время Джанте всегда оставался дома с членами своей семьи. Хотя он все же получал сообщения о ситуации снаружи, поскольку эти сообщения были косвенными, они не были достаточно точными. Поэтому поскольку он прибыл в город охватывающего тигра на собрание, он также хотел проверить атмосферу города. Выйдя из переулка, Джанте попал на улицу. В отличие от переулка, улица была довольно шумной. Как только Джанте подошел к выходу из переулка, ворота возле выхода открылись и издали противный звук. Затем оттуда вышло несколько людей. Два человека провожали других двоих. Второй младший брат, я оставлю домина с тобой. Пока он будет с тобой, научи его всему, что сможешь. Ударь его, если он не будет слушаться, и не балуй его. Пусть выполняет всю грязную и утомительную работу в баре. Теми, кого провожали, была пара среднего возраста в обычной одежде. Учитывая их внешность, они, должно быть, приехали из сельской местности за пределами города. Хотя они носили чистую одежду, Джанте мог легко понять это с первого взгляда. Мужчина, который говорил, выглядел просто и честно. Старший брат, не волнуйся, я буду относиться к домину как к своему собственному сыну. Пока у моей семьи будет еда, мы никогда не заставим его голодать. Пара, которая провожала их, выглядела чуть моложе, я медленно обучу его всему, что знаю. Услышав твои слова, я могу успокоиться. Мы же из одной семьи. В такой момент тебе и старшей невестке не нужно быть такими вежливыми. Домин, иди сюда. Попрощайся со своим отцом и мамой. Ты сможешь встретиться с ними лишь спустя несколько месяцев. Затем из дома вышел подросток с красными глазами и опустился на колени перед парой. Папа, мама, не беспокойтесь обо мне. После того, как я обучусь у второго дяди и заработаю достаточно денег, я куплю дом в центр города и перевезу вас туда. Когда Джанте приблизился к ним, эти пятеро обернулись, чтобы посмотреть на него. Джанте просто прошел мимо и вышел на шумную улицу. Несмотря на то, что на улице было холодно, вся улица была очень шумной. После триго января, почти все придорожные магазины уже открылись. На улице все еще были следы празднования фестиваля фонарей. Все магазины были украшены красивыми фонарями. Джанте неторопливо шел по улице. Многие люди на улице также были в капюшоне, как и он, потому что города, охватывающие Тигра, был близок к океану, а морской ветер был очень холодным. Помимо изысканности и деликатности, одежда Джанте ничем не отличалась от окружающих, поэтому никто не обращал на него особого внимания. Старший брат, я вызову машину, чтобы отвезти вас обратно. Не нужно, мы уже несколько раз бывали в городе охватывающего Тигра, поэтому мы знаем дорогу. Когда мы только собирались в город, мы договорились о том, чтобы нас подбросил ли Даджуэн, который отвечает за доставку зерна. Мы подождем его у западных ворот и вернемся на его машине. Хватит уже провожать нас, на улице холодно. Несмотря на то, что он уже вышел на улицу, разговор в переулке все еще достигал ушей Джанте. После непродолжительного разговора, они наконец разошлись. Сельская пара шла в 30 метрах позади Джанте, в то время как городская пара вернулась домой и закрыла дверь. Вскоре после того, как они отошли от переулка, женщина, которая все это время молчала, внезапно произнесла. Младшая невестка все время молчала. Я немного беспокоюсь об этом. Мужчина замолчал на секунду, после чего кивнул. Не волнуйся, мой второй младший брат сильный человек. Его слово последнее в их доме. Для того, чтобы он смог переехать в город и развить свое дело, его бар был куплен всеми нами. Для этого наша семья даже продала около 7000 квадратных метров земли, а я продал немного скота. За все эти годы, ты же видела, что мой второй младший брат не неблагодарный человек. Он часто помогал нашей семье, не говоря уже о том, что он видел, как рост домин. Как бы то ни было, он дядя домина. Он не будет плохо обращаться с ним. Хотя это звучит разумно, но я все еще беспокоюсь. В конце концов домин останется в городе не на несколько месяцев. Я боюсь, что вторая невестка будет недовольна его долгим пребыванием. Увы, у нас нет выбора. Простой и честный мужчина вздохнул, после чего продолжил. В нашей деревне, все способные люди поспешно отправляют своих детей в города. Говорят, что землевладелец Лю отправил своих детей в школу в городе Юджау, а старый Цаа отправил своего сына в город Золотого Света в качестве ученика. В города будет более безопасно, чем в сельских районах. Несколько лет назад, в сельских районах было безопасно и стабильно, однако сейчас в сельских районах становится все опаснее. Говорят, что сотни деревень, расположенных за пределами городов, были стерты с лица земли кровавыми фигурами. Многие люди даже стали пищей этих кровавых фигур. Высокие ограждения и стены за пределами деревень могут остановить лишь обычных диких зверей и грабителей. Кровавые фигуры могут легко перепрыгнуть через них. Несколько дней назад, кровавые фигуры уже прибыли в провинцию Юджау. Говорят, что уже многие люди были убиты. Мы должны спасти домина. Страна становится все более хаотичной, поэтому в том, что домин немного пострадает нет ничего страшного. Точно, где тот набор нефритовых украшений? Принеси его в следующий раз, когда мы приедем в город. Затем скрытно отдай его второй невестке. Но не позволяй второму младшему брату узнать об этом. А, я ведь храню его для будущей жены Дэхуа. Независимо от того, насколько мы бедны, если мы хотим, чтобы наш сын женился, мы должны подготовить красивые украшения. Дэхуа сейчас в армии, это ему пока не нужно. Нам лучше сначала разобраться с Дэмином. Самое главное, чтобы они выжили. Когда наступит весна, я испытаю свою удачу в горах и постараюсь найти дикий женьшень. Как хочешь. Женщина кивнула и замолчала. Джанте знал, что искать женьшень в горах провинции Юджау было очень опасно. Особенно для бойцов ниже ЛВ-9. Поскольку дикий женьшень рос в горах, которые были заняты мутировавшими животными, простолюдинам приходилось рисковать жизнями, чтобы попасть в горы. Многие не возвращались. Джанте выпустил глубокий вздох, поскольку он не ожидал, что даже город, охватывающий тигра, который находится далеко от катастрофы кровавых фигур, может так сильно измениться. Жители деревень за городом начали отправлять членов своей семьи в города и искать убежище. Внимательно присмотревшись к интенсивности потока людей на улице, Джанте обнаружил, что на улицах действительно было больше людей, чем когда он был тут в прошлый раз. Даже провинция Юджау находилась в такой ситуации, что уж говорить о других провинциях. Хотя в стране Тайся было много городов, более 70-80% людей жили за пределами городов. Поэтому как только разразилась катастрофа кровавых фигур, вся страна была в панике, а сельские жители поспешно начали переселяться в города. Пока Джанте хмурился и думал об этом, он услышал рев из гостиницы перед ним. Ты сумасшедший, как ты смеешь притворяться фармацевтом? Как может фармацевт быть настолько бедным? Если у тебя нет денег, катись из моей гостиницы. Вскоре после этого из двери был выброшен человек вместе со своим одеялом и покрывалом. Глава 1197. Сумасшедший накопившийся снег на улице уже давно растаял из-за большого количества прохожих, из-за чего вся дорога была покрыта грязью. Человек, которого выбросили из гостиницы вместе с покрывалом и одеялом, упал прямо в грязь. Прохожие на обочинах поспешно отошли от него. Джанте и несколько других прохожих начали смотреть на шоу. Несколько сильных парней и повар гостиницы вышли за ворота и смотрели на выброшенного человека. Затем один из них сложил руки и громко объяснил. Дорогие соседи и друзья, наша гостиница Юянь не издевается над ним. Этот парень бесплатно прожил в нашей гостинице более недели. Изначально наш босс позволил ему остаться на несколько дней из-за того, что на улице было холодно. Но мы не предполагали, что он планирует оставаться в нашей гостинице так долго. Поскольку мы больше не могли этого терпеть, и нам пришлось выгнать его из гостиницы. После того, как его выбросили, этот мужчина задрожал от ярости. Он встал из грязи и указал на молодых людей у гостиницы, после чего яростно сказал. Вы-вы заходите слишком далеко. Я заплатил за целый месяц аренды и еды, как вы можете выгнать меня. Когда ты только пришел, наш босс говорил, что цена меняется в соответствии с рыночной ценой. Она меняется каждый день. Ты заплатил в ноябре, однако арендная плата по всему городу начала расти с начала декабря. Арендная плата всех остальных гостиниц также выросла. Мы следим за общими тенденциями. Твоих денег хватило только до новогоднего праздника. Поскольку наш босс пожалел тебя, он позволил тебе остаться еще на несколько дней. Даже если ты сообщишь об этом чиновникам, нам все равно, как ты можешь быть фармацевтом. Я не слышал о настолько бедных фармацевтах. Ха-ха-ха, если я не фармацевт, то кто? Мужчина средних лет жалко рассмеялся с налитыми кровью глазами, как будто он сошел с ума. Затем он разорвал свою мокрую и грязную одежду, и раскрыл свою обнаженную грудь холодному ветру, после чего взревел в небо. Давайте, убейте меня. Ну же, убейте меня. Я знаю, что вы не отпустите меня. Ну же, убейте меня. Я стал настолько беден ради благополучия всего человечества, но это бессмысленно. Если вы хотите навредить всему человечеству, делайте, что хотите. Если вы хотите убить меня, просто сделайте это. Разве вы не хотите превратить все лекарственные средства в яд? Ну же, убейте меня. Из-за этого унижения, этот мужчина начал сходить с ума, что заставило окружающих сделать несколько шагов назад. А парни, которые выбросили его, просто встали у ворот гостиницы, чтобы не позволить этому парню проникнуть внутрь и создать неприятности. Эх, с этим парнем что-то не так. Может позвать охотников за преступниками, чтобы они поймали его? Будет нехорошо, если бы он кого-то ранит, прошептал кто-то из толпы. Может отправить его в клинику великодушного доктора? Он сошел с ума. Какой жалкий парень. Услышав слова зевак, этот мужчина громко рассмеялся. Затем он начал плакать. Да, я сумасшедший, я сумасшедший. Даже герои могут упасть. В жизни всех людей есть взлеты и падения. Здесь ни на что смотреть, пожалуйста, уходите. Друг, пожалуйста, успокойся. Затем среди зрителей раздался спокойный голос. Когда все обернулись, они увидели сильного молодого человека в плаще. Учитывая его голос, этому парню должно быть было меньше 20 лет. Тем не менее люди с острыми глазами могли заметить, что его плащ и ботинки были хорошего качества и были очень редкими. Кроме того, вокруг этого молодого человека витало что-то неописуемое. Ха, просто расходитесь. Голос молодого человека звучал сверхъестественно. Услышав его слова, все зрители действительно разошлись. И даже мужчина средних лет, который сходил с ума, замолчал. Он прекратил кричать и не делал ничего чрезмерного. Конечно, это был Джанте. Кроме того, он использовал технику захвата души. Его слова имели расслабляющий эффект, поэтому все зрители неосознанно последовали его приказам. Когда толпа рассеялась, Джанте подошел к воротам гостиницы и спросил парней, которые стояли у них. Сколько этот парень должен вам? Затем один из парней прошептался слегка испуганным взглядом. Этот человек прожил на несколько дней больше. Он должен нам около 20 серебряных монет. Мы все же не социальное учреждение. Я вас понимаю, это не ваша вина. Возьми. Джанте бросил золотую монету в руку этого парня. Я погасил его долг, а сдачу можешь оставить себе. Передай своему боссу, что помогать людям преодолевать трудности это хорошо. Однако будет намного лучше, если он будет делать это от начала и до конца. Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо. Взяв золотую монету, эти парни одновременно улыбнулись. Они начали относиться к Джанте более вежливо. Остались ли в вашей гостинице другие его вещи? Нет. Они поспешно покачали головами. Он пришел только с этим одеялом и покрывалом. Больше ничего. Джанте обернулся и посмотрел на мужчину средних лет. Он уже восстановил самообладание и укутался в одежду. Его лицо уже слегка посинело из-за холодного ветра. Джанте сказал ему, следуй за мной. Пройдя за Джанте несколько шагов, он бросил взгляд на одеяло и покрывало в грязи, после чего хотел подобрать их. Можешь не поднимать их. Они грязные и мокрые, просто выброси их. Услышав слова Джанте, мужчина средних лет остановился и просто последовал за Джанте. Джанте молча шел впереди мужчины средних лет, как и последний. Через 10 минут они остановились перед отелем Цзиньюнь, который располагался на более процветающем проспекте. Этот отель был намного роскошнее, чем прошлая гостиница. Хотя на улице было холодно, сад за пределами отеля все еще был зеленым. Над садом был огромный купол, сделанный из стеклопластика, а в земле были отопительные приборы. Блестящая мраморная дорожка была великолепной и безупречной. Два ряда высоких и худых красавиц стояли у ворот, приветствуя гостей. Джанте прямо вошел в ворота. Испуганный таким грандиозным местом, мужчина средних лет не смел входить, поэтому он начал колебаться. Ты идешь? Только что ты даже не заботился о своей жизни, так почему сейчас ты не смеешь входить в отель? Джанте развернулся и бросил взгляд на этого мужчину средних лет. Мужчина средних лет стиснул зубы, после чего последовал за Джанте, как будто был готов рискнуть всем. Джентльмены, чем я могу вам помочь? Затем к ним подошла помощница, и осмотрела Джанте и мужчину средних лет, который следовал за Джанте. Джанте выглядел благородно. Однако мужчина средних лет выглядел неаккуратно. Они были из двух разных миров. Приготовьте для меня особый двор, сказал Джанте, передавая девушке банкноту, номинальная стоимость которой составляла 1 000 золотых монет. При виде такой большой купюры, девушка проглотила все свои слова назад. На эту золотую банкноту, они могли прожить в самом дорогом дворе их отеля в течение один года. Под удивленными взглядами окружающих посетителей, помощница повела Джанте и мужчину средних лет в тихий внутренний двор, в котором был теплый источник. Принесите ему подходящую одежду, обувь и носки. Мне плевать на стоимость, сказал Джанте. После того, как помощница ушла, Джанте сказал мужчине средних лет, тебе лучше принять ванну и переодеться в новую одежду, прежде чем говорить со мной. Сделав все это, Джанте просто сел и начал пить чай в гостиной, ожидая пока мужчина средних лет выйдет после принятия ванны. Глава 1198 Вопрос Джанте просто сидел и пил чай в гостиной во дворе. Он уже снял капюшон, раскрывая чрезмерно молодое лицо. Он помог этому мужчине из-за его рева, я стал настолько беден ради благополучия всего человечества, но это бессмысленно. Если вы хотите навредить всему человечеству, делайте что хотите. Если вы хотите убить меня, просто сделайте это. Разве вы не хотите превратить все лекарственные средства в яд? Ну же, убейте меня. Поскольку мужчина средних лет кричал это сходя с ума, мало кто поверил бы его словам. Однако поскольку Джанте был опытным в технике захвата души, он мог четко почувствовать, что этот человек был в здравом уме, хотя и был в отчаянии. Он не говорил ерунду. Превращение всех лекарственных средств в яд. Это предложение привлекло внимание Джанте. По просьбе Джанте, около 10 официантов вошли в ванную комнату, держа в руках множество одежды, обуви и носков для выбора мужчины средних лет. Затем один из официантов даже привез тележку с едой. Джанте просто терпеливо ждал в гостиной. Допив чай, он вынул кристалл элемента воды, который испускал голубой свет, и начал поглощать его. Несмотря на то, что Джанте отказался от поглощения кристаллов элемента воды в качестве основного метода формирования своей чакры. Но поскольку он был свободен, учитывая то, что сейчас было неподходящее время для культивирования с утра Великой Пустыни и других техник, он просто вынул один кристалл элемента воды и начал поглощать его. После поглощения последнего сияющего фрукта, Джанте мог одновременно выполнить 26 вычислений. Поэтому скорость поглощения Джанте стала намного выше. Не используя максимум усилий, Джанте полностью поглотил один кристалл элемента воды менее чем за час. Поглотив один и краткий кристалл элемента воды, Джанте достал два и краткое. Когда он поглотил половину двого кристалла, мужчина средних лет наконец вошел в гостиную. Как только он вошел в гостиную и увидел кристалл элемента воды, мысль о том, что он рисковал всем, немедленно исчезла. Затем он стал более сдержанным. Спасибо-спасибо отшельнику за спасение. Войдя в гостиную, мужчина средних лет низко поклонился Джанте. Опустив глаза, он просто ждал приказов Джанте. Джанте бросил взгляд на мужчину. После того, как он принял ванну, поел и надел новую одежду, этот мужчина больше не выглядел неряшливым. Учитывая его внешний вид, ему было около 40 лет. У него была обычная фигура, с нежным, узким и длинным лицом. В его возрасте, он зажег всего четыре точки на своем позвоночнике. Это означало, что его талант в культивировании был посредственным. Тем не менее, он должно быть видел мир. По крайней мере, он видел кристаллы элемента воды и мог их узнать. Он также знал, что те, кто мог поглощать кристаллы элемента воды, были по крайней мере земными рыцарями. Джанте не удивился этому факту. Если бы этот человек даже не видел кристаллы элемента воды, Джанте усомнился бы в своем суждении. Присаживайся, я хочу кое-что узнать у тебя. Джанте перешел прямо к делу и указал на стул рядом со столом. Затем боевая ци Джанте охватила всю гостиную, делая так, чтобы никто посторонний не мог услышать содержание их разговора. Хорошо, сыр. Затем мужчина ровно сел на стуле рядом с Джанте. При виде его поступка, Джанте внутренне кивнул. Если бы этот человек осмелился быть самонадеянным перед земным рыцарем, он должно быть действительно был бы сумасшедшим. Как тебя зовут? Как долго ты был в провинции Юджоу? Этого скромного человека зовут Суньцзигу. Я приплыл в город охватывающего тигра из провинции Цуньцжоу в октябре прошлого года. Честно ответил мужчина. Ты сказал, что ты фармацевт? Всего два года назад я достиг уровня фармацевта тыквы. Фармацевт тыквы был третьим уровнем в мире фармацевтов. Ниже этого уровня были ученик травяной медицины и фармацевт мешка. Если в 40 лет человек был на уровне фармацевта тыквы, это означало, что у него был очень средний талант. Что с тобой случилось? Как ты так сильно пал? Ты говорил, что кто-то хочет превратить все лекарственные средства страны Тайса в яд, и даже убить тебя. Услышав этот вопрос, Суньцзигу наконец набрался смелости, чтобы спросить Чжанте. Могу ли я узнать вашу фамилию, из какой вы секты, отшельник? Я Чжанте, старейшина дворца Хуайань. Чжанте прямо раскрыл свою настоящую личность. Услышав имя Чжанте, Суньцзигу сразу же широко открыл глаза. Вы-вы, Чжанте главный судья провинции, причинивший огромный ущерб церкви достигающей небес в провинции Юджоуи. Учитывая потрясенные выражения лица Суньцзигу, Чжанте понял, что он должно быть слышал о нем и даже видел изображение Чжанте на ордере об аресте. Да, я тот самый Чжанте, которого когда-то разыскивал Верховный суд. Однако еще в прошлом году Верховный суд уже отменил мой ордер об аресте. Я невиновен и уже вернулся в провинцию Юджоу. Чжанте улыбнулся. Суньцзигу посмотрел на Чжанте с дрожащими губами. Расскажи мне все, я боюсь, что ты еще никому не рассказывал этого, поэтому ты испытываешь сильное давление. Просто расскажи мне все. Поскольку мы встретились по воле судьбы, я хочу стать твоим первым слушателем. Спокойно сказал Чжанте. Хорошо. Я скажу. Я все расскажу. Суньцзигу вытер слезы, постепенно восстанавливая самообладание, я родился в префектуре Юнфын, провинции Цзичжоу. В 16 лет я начал работать учеником травяной медицины в аптеке, а в 31 год я достиг уровня фармацевтомешка. Я проводил большую часть своего времени на изучение травяных препаратов и научился делать обычные лекарственные таблетки. Затем, по рекомендации друга, я вошел в дворец Тэнь, местный большой клан провинции Цзичжоу и женился. После этого я работал в аптеке, связанной с кланом Чин. Клан Чин дворца Тэнь имеет более 20 городов, лечебные поля площадью в сотни тысяч квадратных миллидесятки лекарственных гор. Кроме того, у них есть земные рыцари. Клан Чин специализируется на выращивании лекарственных трав и производстве лекарственных средств, которые продаются по всей провинции Цзичжоу и многим прилегающим провинциям. Даже разные корпуса по всей стране Тайся закупают лекарства у клана Чин. Поскольку я хорош в изготовлении некоторых лекарственных таблеток низкого уровня, меня назначили ответственным за надзор и руководство учениками, изготавливающими лекарства. Джан Те серьезно слушал объяснения Цзичжоу, время от времени кивая. Опыт Цзичжоу был похож на опыт большинства фармацевтов низкого уровня в стране Тайся. Эти люди не могли продвинуться дальше в индустрии фармацевтов. Следовательно большинство из них находили опору и стабильную работу в большом клане. Хотя лекарства высшего класса были ценными, лекарственные средства и таблетки низкого уровня были основными товарами на рынке по всей стране. Как бы то ни было, простолюдиные бойцы ниже LV9 занимают большую часть населения этого мира. Я наслаждался хорошим обращением в клане Чин. Изначально я планировал остаться в клане Чин до конца своей жизни. Однако я случайно обнаружил удивительный заговор клана Чин. Какой заговор? Весь клан Чин тайно производит лекарственные таблетки и лекарственные средства, используя ядовитые лекарственные материалы. Кроме того они продают эти ядовитые лекарственные материалы в другие провинции по всей стране Тайся. Глава 1199 Наступление тьмы, часть 1 Согласно твоим словам, клан Чин использовал ядовитые лекарственные материалы для изготовления различных лекарственных таблеток и лекарственных средств. Кроме того, клан Чин продавал свои ядовитые таблетки и лекарственные средства в другие провинции. И что никто не обнаруживал таких очевидных недостатков? Нахмурившись спросил Джанти. Эти ядовитые лекарственные материалы являются очень особенными. Простолюдины не могут обнаружить токсин в их лекарственных таблетках. Сунь Цзигу показал горькую улыбку. Клан Чин добавляет что-то ядовитое в свои таблетки? Нет, клан Чин ничего не добавляет в свои продукты. Клан Чин производит все лекарственные средства в соответствии со строгим производственным процессом и технологиями. Они не могут ничего добавить в свои продукты. Джанти запутался. Так почему же лекарственные средства клана Чин ядовиты? Дело в посаженных ими травами. Ты имеешь в виду, что лекарственные травы выращиваемые кланом Чин с самого начала ядовиты? Удивленно спросил Джанти. Хотя он не был фармацевтом, он все же считал, что слова Сунь Цзигу были невероятными. Да. Клан Чин добавляет яд в удобрения или пестициды? Нет. Все лекарственные травы растущие на полях клана Чин выращиваются так же как и везде. Кроме того, на клан Чин работает много травников. Если бы клан Чин добавлял яд в удобрения или пестициды, эти травники наверняка обнаружили бы это. Тогда клан Чин использует некачественные лекарственные травы или целенаправленно использует неправильные ингредиенты и компоненты? Или они используют взаимное сопротивление некоторых трав? Нет. Клан Чин никогда не ошибается во время изготовления таблеток. Они всегда используют правильное сырье, пропорции и формулы. Джанти выдавил горькую улыбку. Я в замешательстве. Если со всем вышеперечисленным все в порядке, почему тогда лекарственные средства клана Чин стали ядовитыми? Вначале я тоже в это не верил. Однако с помощью повторных экспериментов я подтвердил этот факт. Как ты узнал, что травы клана Чин являются ядовитыми? С тех пор как я стал учеником травяной медицины, у меня появилась привычка, а именно выращивать белых крыс для тестов. Я унаследовал эту привычку от своего учителя. Гербология является базовыми знаниями для фармацевтов. Все фармацевты должны изучать это, независимо от их уровня. В этом мире существует слишком много видов лекарственных трав, некоторые из них даже обладают токсичностью. Поэтому чтобы не совершать ошибок, необходимо очень много опыта. Поэтому все ученики травяной медицины разводят маленьких животных для тестов. Я просто привык делать это. Вначале я использовал белых крыс для тестирования лекарств, но позже я выращивал их просто как домашних животных. Став фармацевтом тыквы, я стал хорош в производстве таблеток низкого уровня, которые могли очищать духовную энергию и улучшать кровообращение. Они в основном предназначались для простолюдинов. Их могут принимать даже пожилые, беременные и раненые, поэтому у этих таблеток большой объем продаж. В клане Чен я отвечал за руководство медицинской лаборатории по производству этих таблеток. Но во время процесса производства таблеток, я обнаружил, что что-то не так. Для производства этой таблетки необходимы очень распространенные материалы, а именно, ядра грецкого ореха и китайский финик. Эти материалы можно найти повсюду. В нашу лабораторию их доставляли каждый день. Я отвечал за их проверку и прием. Поскольку я выращивал дома несколько белых крыс, перед уходом из лаборатории, в конце каждого дня я брал горсть грецких орехов или китайских фиников со склада, чтобы покормить своих домашних животных. Но через полгода, первая партия белых крыс погибала. Вначале я не обратил на это внимания. Потому что этой партией белых крыс было около 2 лет, а обычно белые крысы живут всего 2-3 года. Поэтому когда они умерли, я не задумывался. После того как они умерли, я купил другую партию белых крыс и начал выращивать их как обычно, продолжая кормить ядрами грецкого ореха и китайскими финиками. Однако спустя полгода, эта партия тоже умерла. Тогда я все еще не мог и подумать, что что-то не так с этими орехами. Я подумал, что я недостаточно заботился о них или эти крысы были слабыми и больными. Поэтому я вырастил третью партию. В конце, третья партия белых крыс тоже умерла через полгода. На этот раз я наконец подумал, что проблема может заключаться в ядрах грецкого ореха и китайских финиках. Однако это событие имело большое значение. Поскольку я был всего лишь руководителем небольшой лаборатории, конечно я не смел рассказывать об этом другим. Я просто начал уделять особое внимание ядрам грецкого ореха и китайским финикам. Затем я купил 4-ю партию белых крыс. Я разделил их на две группы. Одна группа белых крыс ела только грецкие орехи и китайские финики, которые я приносил из клана Чин. А другая группа белых крыс ела только зерна и консервированные фрукты, которые я покупал в других местах. Спустя полгода результаты снова потрясли меня. Группа белых крыс, которые ели консервированные фрукты и зерна, была вполне здорова. Однако другая группа белых крыс, которые ели ядра грецкого ореха и китайские финики, умерла как обычно. Я был поражен, однако я не смел распространять эту новость. Повторив этот эксперимент, я получил тот же результат, после чего я подтвердил, что ингредиенты в лаборатории клана Чен были ядовитыми. Позже, используя свою работу в качестве прикрытия, я исследовал весь процесс производства, начиная с плантации трав и до момента прибытия в лабораторию, но я не нашел никаких проблем. Затем я понял, что проблема заключалась в семенах клана Чен. Эти семена изначально были ядовитыми, однако их токсичность было невозможно обнаружить, потому что эти материалы были нормальными по внешнему виду и вкусу. Даже самые опытные фармацевты не могут обнаружить никакой разницы. Только принимая эти материалы в течение долгого промежутка времени, можно было подтвердить скрытую токсичность. Затем я провел в клане Чен еще несколько лет, и шаг за шагом искал доказательства. Наконец я обнаружил, что все травы, которые выращивались кланом Чен, отличались от выращенных в дикой природе и в других кланах. Все лекарственные материалы, которые выращиваются в клане Чен, имеют скрытую токсичность. После длительного приема таких материалов, люди будут серьезно отравлены. Что было еще более ужасающим, так это то, что эти ядовитые семена также продавались в соседней провинции. Но самым пугающим было то, что я обнаружил, что токсичность этих ядовитых материалов клана Чен является заразной. Например, если взять две группы лекарственных материалов, одна группа из клана Чен, а другая – нет, то вскоре материалы клана Чен передадут свою токсичность нетоксичным лекарственным материалам через передачу пыльцы, в результате чего следующее поколение этих нетоксичных лекарственных материалов станет ядовитым. Я думаю, что гены всех традиционных китайских лекарственных трав были изменены. Хотя они ничем не отличаются от нормальных, их гены были демонизированы. Это наверняка заговор демонов и трехглазой ассоциации. Я просто обычный фармацевт тыквы. У меня нет никакой опоры или связей. Узнав об этом, я не смел рассказать об этом кому-либо еще. Если бы я раскрыл эту новость, я скорее всего потерял бы свою жизнь, а эта новость была бы скрыта. Я глубоко похоронил этот секрет. Полгода назад, я нашел причину покинуть клан Чин. Я хотел отправиться на холм Сюань Юань и раскрыть их заговор там. Однако по дороге на холм Сюань Юань, клан Чин раскрыл меня. Поэтому они отправили убийцу, чтобы убить меня. Но к счастью я уже давно был к этому готов, поэтому убийца не смог поймать меня. Однако мне пришлось начать скрываться. Все мои слова правда. Если какой-либо из моих слов ложь, вы можете отрубить мою голову. Сунь Цзиго посмотрел на Чжан Те с надеждой в глазах. После непродолжительного молчания, Чжан Те бросил взгляд на Сунь Цзиго, после чего спросил. Ты хочешь, чтобы я разобрался с кланом Чин? Клан Чин наносит вред всему миру. Они определенно лакеи демонов. Разве они не должны быть истреблены? Спросил Сунь Цзиго. Клан Чин провинции Цзи Чжа уже был уничтожен. После переполоха на холме Сюань Юань в провинции Цзи Чжа произошла катастрофа кровавых фигур. Кровавое море, которое клан Чин построил во внутренних районах их клана, было раскрыто. Клан Чин был уничтожен Верховным судом страны Тайся, а все рыцари клана Чин сбежали. Сейчас они в розыске, сказал Чжан Те. Услышав новости Чжан Те, Сунь Цзиго сразу же опешил. С широко открытым ртом, он потерял дар речи. Если убийца, отправленный кланом Чин, все еще жив, он вряд ли придет за тобой, потому что сам в опасности. Тебе больше не нужно скрываться. Чжан Те утешил Сунь Цзиго. Судя по боевой силе Сунь Цзиго, убийца, отправленный кланом Чин, был не выше ЛВ-9. Поскольку клан Чин был уничтожен, то этому убийце было бессмысленно охотиться на Сунь Цзиго. Этот парень, возможно, уже был в розыске Верховного суда, или уже был убит. Однако слова Сунь Цзиго все равно были важны для Чжан Те. Кроме того, несмотря на то, что Сунь Цзиго был средним фармацевтом тыквы, он был дисциплинирован. После обнаружения проблемы в клане Чин, он посмел обвинить клан Чин на холме Сюань Юань. Несмотря на то, что он был маленькой фигурой, он имел высокую мораль. В отеле я оставил 1 000 золотых монет. Если ты больше не хочешь оставаться здесь или чувствуешь разочарование, на эти деньги ты можешь открыть небольшую аптеку в центре города и жить стабильной и мирной жизнью. Но если ты хочешь сделать что-то еще, ты можешь присоединиться к бизнес-группе Цзинью в городе Цзинью. Затем Чжан Те махнул рукой и положил на стол флакон с продвинутым восстанавливающим лекарственным средством. Этот флакон может вылечить все твои травмы. Сказав это, Чжан Те надел капюшон и покинул внутренний двор. За пределами отеля воздух все еще был холодным. Хотя холод в воздухе был ничем для Чжан Те, холод в сердце Чжан Те заставил его бессознательно натянуть капюшон. Чжан Те посмотрел на небо и направился в сторону горы охватывающего тигра. Глава 1 200. Наступление тьмы, часть 2. Дворец предков дворца Хуайань находился на горе охватывающего тигра, которая была одной из запретных земель в городе охватывающего города. Обычным людям было запрещено приближаться к горе, не говоря уже о том, чтобы подниматься на нее. Как только Чжан Те вошел на территорию горы, воины дворца Хуайань вышли, чтобы остановить его. Путешественникам запрещено приближаться к территории дворца Хуайань. У входа на гору охватывающего тигра дежурило две команды воинов. Все они были высокими и сильными, в тяжелых доспехах и с тяжелыми мечами на талии. Они выглядели очень внушительно и серьезно. За этими воинами стояло два дьякона. Чжан Те ничего не сказал. Вместо этого он просто снял капюшон. При виде лица Чжан Те, 20 воинов и два дьякона одновременно задрожали. Вскоре после этого все воины опустились на одно колено, а два дьякона поклонились, после чего они все поздоровались. Старейшина Мушинь. Лицо Чжан Те могли узнать даже простолюдины в городе охватывающего тигра, что уж говорить о воинах, которые отвечали за безопасность горы охватывающего тигра. Чжан Те уже давно был известен по всему дворцу Хуайань. Не будьте таким вежливыми. Просто ответил Чжан Те, думая о чем-то другом. Затем он прошел через арку и начал подниматься на гору. Двое дьяконов поспешно повели Чжан Те во дворец предков. Глава и другие старейшины уже прибыли, спросил Чжан Те. После того как Чжан Те Сюань стал губернатором провинции Юджоу, он и другие старейшины дворца Хуайань проводили больше времени в городе Юджоу, чем в городе охватывающего тигра. Если бы не встреча старейшин, старейшинам дворца Хуайань было бы намного проще собраться в городе Юджоу, чем в городе охватывающего тигра. На самом деле это собрание также могло быть проведено в городе Юджоу. Однако поскольку Чжан Те Сюань был дотошным, он боялся, что его буду упрекать в том, что он превратил город Юджоу в частный город дворца Хуайань. Поэтому собрания старейшин проводились в городе охватывающего тигра. Кроме старейшины Мурия, все старейшины и глава клана уже во дворце предков. Уважительно ответил один из дьяконов. Чжан Те кивнул. Дворец предков находился на полпути к вершине горы. Когда Чжан Те прибыл на террасу возле дворца предков, около Чжан Те приземлился человек. Старейшина Мурия, старейшина Мушинь. Они поприветствовали друг друга, после чего вместе вошли во дворец предков. Затем они увидели Чжан Те Сюяня, Чжань Муяня, Чжань Муяня, Чжан Мую и Чжан Муяня, выходящих из дворца предков, идущих им навстречу. Затем Чжан Те Сюянь посмотрел на окружающих и сказал, поскольку все старейшины прибыли, нам больше не нужно ждать, давайте начнем. Затем все кивнули и вошли во дворец предков. Как только они вошли в него, ворота закрылись снаружи. Внушительная статуя лорда Хуайань, стоящего с арбалетом в руке, стояла на том же месте, что и в стране Цзиньюнь. А перед статуей стояли мемориальные таблички предков дворца Хуайань. Будучи главой дворца Хуайань, Чжан Те Сюянь повел других старейшин сжечь благовония у мемориальных табличек своих предков. Сделав все это, они сели за круглый стол. Место Чжан Те находилось рядом с Чжан Тей Сюяним, что указывало на то, что положение Чжан Те в клане Чжан очевидно было намного выше, чем у других старейшин. После завершения церемонии вращения чакры, Чжан Те станет единственным великим старейшиной дворца Хуайань. Хотя Чжан Те еще официально не был назначен великим старейшиной, его более высокое положение постепенно проявлялось во всех аспектах. После того, как все заняли свои места, Чжан Тей Сюянь торжественно оглянулся и сказал, 15 ноября прошлого года на холме Сюян Юань вспыхнул бунт. В тот день была раскрыта настоящая личность Хань Чжан Фана, министра финансов. Вскоре после этого он провел потрясающую битву с Мэн Шида, учителем Кронпринца, которая потрясла весь мир. За одну ночь в более чем 70 провинциях по всей стране Тайся разразились катастрофы кровавых фигур, что привело к большим жертвам. Затем общая ситуация страны Тайся начала ухудшаться, в результате чего вся страна была охвачена дымом и пламенем войны. Затем окружающие старейшины скрытно бросили взгляд на Чжан Те. Чжан Тей Сюян также остановился на секунду и бросил взгляд на Чжан Те. Все присутствующие не были идиотами. Хань Чжан Фан был виновником трагедии в городе Фухэй. Когда настоящая личность Хань Чжан Фана была раскрыта, Чжан Те находился на холме Сюань Юань. Какое совпадение, на холме Сюань Юань одновременно появилась жертва и виновник трагедии в городе Фухэй, после чего разразилась катастрофа, и виновник трагедии был раскрыт. Поэтому старейшины дворца Хуайуан имели подозрение в том, что это было дело рук Чжан Те. Однако это событие действительно было странным. Такое количество лебедей мог контролировать только высший мастер в контроле над животными. Во всей стране Тайся было меньше 10 таких фигур. Никто не сомневался в том, что Чжан Те знал что-то о навыках управления животными, поскольку многие рыцари в стране Тайся знали что-то о навыках управления животными. Тем не менее он не был настолько продвинут в этих навыках. Все старейшины дворца Хуайуань знали об этом. Старейшины дворца Хуайуань не верили, что Чжан Те мог овладеть настолько ужасающим навыком управления животными. Кроме того, Чжан Ти отправился на холм Сюань Юань, чтобы посетить встречу сокровищ и расследовать дело кровавых фигур в провинции Чжунчжоу. Более того, до этого момента Чжан Ти ни разу не пересекался с Хань Чжинфаном. Как он мог узнать настоящую личность Хань Чжинфана? Пробыв столько лет на холме Сюань Юань, Хань Чжинфан имел глубокие корни в стране Тайся. Какие-то посторонние люди вряд ли могли узнать его настоящую личность. Чжан Ти понимал, о чем они думали, тем не менее он не собирался ничего признавать. В конце концов, если он этого не признает, никто в этом мире не будет знать, что он был связан с беспорядками на холме Сюань Юань. Во время встречи сокровищ на холме Сюань Юань были собраны тысячи рыцарей. Кто поверит в то, что я узнал настоящую личность Хань Чжинфана? Пробыв на холме Сюань Юань всего несколько дней, это слишком фантастично. Чжан Ти оглянулся, невинно моргая глазами. Когда остальные обнаружили, что Чжан Ти просто молчал, они отвели от него взгляды. Кхем Кхем. Чжан Ти Сюань прочистил горло и продолжил, поскольку император Сюань Юань пропал, страна Тайся уже давно нестабильна. В настоящее время церковь, достигающая небес, сбивает с толку людей по всей стране. Катастрофа кровавых фигур также распространились по всей стране Тайся. Даже провинция Юджау была поражена кровавыми фигурами. Священная война только началась, и армия демонов еще не достигла страны Тайся. Однако страна Тайся уже страдает как от внутренних атак, так и от внешних. Ради долгосрочной выгоды дворца Хуайань мне пришлось пригласить всех старейшин, чтобы обсудить будущее нашего клана. Мы должны приготовиться. Наш дворец Хуайань только вернулся в страну Тайся. Наш фундамент не может сравниться с другими большими кланами, тем не менее страна Тайся является последним убежищем дворца Хуайань. Нам больше некуда идти. Все присутствующие старейшины должны понимать это, поэтому дворец Хуайань должен приготовиться к чрезвычайным ситуациям. После того как Джан Тайсюань закончил говорить, старейшина Муэнь также высказал свое мнение. Поскольку старейшина Муэнь также был родом из ветви города Иин, он согласился с мнением Джан Тайсюаня. Джан Тайсюань и старейшина Муэнь обменялись взглядами друг с другом. Все остальные старейшины также обменялись взглядами, и поняли что Джан Тайсюань возможно расскажет что-то удивительное. Глава 1201. Наступление тьмы, часть 3. Поскольку мы все старейшины дворца Хуайань, глава клана продолжай. Пока это связано с благом дворца Хуайань, я считаю, что все старейшины поймут главу. Сказал старейшина Мури. После слов старейшины Мурия, Джан Ти и остальные старейшины кивнули. Поскольку мы находимся во дворце предков, конечно же мы сосредоточимся на благе дворца Хуайань. Мы все потомки дворца Хуайань и людей Хуа, мы знаем что важнее всего, глава. Добавил старейшина Муэнь. Увидев что все старейшины выразили свою позицию, Джан Тайсюань кивнул и дважды хлопнул в ладоши. После хлопков Джан Тайсюань, из тени вышло два дьякона и подошли к краю круглого стола. Один дьякон держал поднос с несколькими файлами, а другой раздал файлы всем старейшинам. Обладая сильной духовной энергией, Джан Ти мог прочитать этот файл со скоростью фотоаппарата. Он заканчивал чтение одной страницы, просто бросив на нее взгляд. Кроме того он мог запомнить все содержимое. Весь файл состоял из два страниц, поэтому Джан Ти прочел их в мгновение ока. Прочитав этот файл, несмотря на то что Джан Ти всегда был спокоен, он был сильно потрясен и изумленно посмотрел на Джан Тайсюань. В свете пламени, лицо Джан Тайсюань выглядело спокойным и глубоким. Никто не знал о чем он думал. Хотя другие старейшины не могли читать так же быстро как Джан Ти, их скорость чтения также была невероятной. Джан Ти заметил что руки старейшины Муи и старейшины Мурия задрожали после прочтения этого тонкого файла, как будто две страницы были очень тяжелыми. Через несколько секунд, когда все старейшины закончили чтение, они все потрясенно посмотрели на Джан Ти Сюаньа. Глава клана «Откуда-откуда такая информация?» дрожащим голосом спросил старейшина Муи. После события 15 ноября особняк губернатора провинции Юджоу получил уведомление из северо-восточного военного округа, в котором был указан список всех кланов в церкви достигшей Небес, которые участвовали в строительстве Кровавых морей. Северо-восточный военный округ запросил провинцию Юджоу закрыть все бизнесы этих кланов в провинции Юджоу и арестовать главный персонал этих кланов. После получения этого списка имен, я передал его бизнес-группе Длинного Ветра и приказал им расследовать все дела кланов церкви достигающей Небес. После почти двухмесячной работы, бизнес-группа Длинного Ветра наконец выяснила все дела кланов церкви достигающей Небес и бизнес-групп, которые были связаны с ними. Джан Тай Сюань торжественно оглядел всех старейшин, после чего его холодный голос раздался во дворце предков. Бизнес-группа кланов Инис Долины Пинша занималась торговлей зерном и семенами. Однако 61 из 78 кланов церкви достигающей Небес по всей стране Тайся, также торговали зерном и семенами. Среди этих 61 клана, с поддержкой и содействием Хань Чжин Фана, министра финансов, бизнес-группы клана Гаа из провинции Лян Чжоу, клана Ка Дворца Пиншоу из провинции Цин Чжоу и клана Чжан Дворца Хуаюни из провинции Ичжоу, вошли в число ведущих сельскохозяйственных бизнес-групп страны Тайся. Их зерно, семена и миллиарированные фермы покрывают всю страну Тайся. У них даже был рынок в провинции Ючжоу. Что касается остальных кланов, их бизнес-группы занимали большую долю рынка в их провинциях. Столько кланов церкви достигающей Небес занимались зерном и семенами, совпадение ли это? Старейшины, вы должны знать, что торговля зерном и семенами не является монопольной в стране Тайся. Ею может заниматься любой человек, из-за чего прибыль очень низкая. Из-за низкой прибыли от торговли зерном и семенами, для получения больших прибыли нужно иметь огромный масштаб. Поэтому наша бизнес-группа «Длинного ветра» не занималась этим бизнесом. Однако пока Ханчжинфан был министром финансов, эти кланы принимали активное участие в торговле зерном и семенами. Было ли это ради денег? Будучи министром финансов страны Тайся, Ханчжинфан мог дать этим кланам другие, более доходные бизнесы. Однако эти кланы предпочли самую неприбыльную отрасль. Почему? Воздух во дворце предков словно замерз. Все старейшины молчали, включая Джанти. Джанти был самым шокирован среди них. Он только сегодня столкнулся с Сунцзигу, и был обеспокоен его словами. Джанти не предполагал, что новость Джанти Сюаня будет намного серьезнее, чем упомянутая Сунцзигу. Сельское хозяйство было корнем стабильности, а также основой для развития людей Хуа. Если в стране Тайся не будет зерна или с зерном возникнут проблемы, люди умрут от голода. Корпусы больше не смогут сражаться, города потеряют свою жизнеспособность, а основа государственной политической власти и социальной стабильности рухнет. В результате чего вспыхнут различные противоречия. Поскольку Ханчжинфан служил министром финансов в течение многих лет, влияние и масштабы были неоценимы. Как только в сельском хозяйстве страны Тайся возникнут какие-либо проблемы, основание всей страны пошатнется. Самый серьезный кризис, который люди Хуа пережили до катастрофы, почти привел к исчезновению людей Хуа. В то время предатели, бюрократические группы и трехглазые ассоциации координировали друг с другом и взяли под свой контроль сельскохозяйственное производство и семена людей Хуа. Из-за этого чрезвычайно печального урока, все города класса А в стране Тайся имели семена зерен в качестве наиболее важных предметов в шесть складах. Кто бы мог подумать, что та же самая сцена случится снова, спустя более девятьсот лет. Дыхание старейшины Мурия участилось, а старейшина Муюань разбил поручни своего стула на куски. Даже Чжанте на некоторое время почувствовал себя опустошенным. Затем он вспомнил поговорку, самая крепкая крепость всегда будет разбита изнутри. Затем Чжанте закрыл глаза. Хан Чжинфан, министр финансов, является главой церкви Достигающей Небес. А церковь Достигающая Небес в свою очередь состоит в сговоре с демонами. Кроме того, кланы и силы церкви Достигающей Небес монополизировали сельское хозяйство и снабжение семенами. Они определенно имеют злой умысел. Демоны никогда не упустят такой шанс, поэтому у меня есть все основания полагать, что главной целью существования Хан Чжинфана было разрушение основания страны Тайся и людей Хуа. Зерно, а особенно семена зерен, продаваемые кланами Церкви Достигающей Небес, возможно были отравлены. Из-за катастрофы кровавых фигур, я считаю, что результат этого плана покажется через два года. Из-за того, что Хан Чжинфан находился у руля слишком долго, никто не знает, насколько глубоко они отравили эту область. Ради дальнейшего развития дворца Хуайань, мы должны своевременно отреагировать на это. Вот почему я собрал всех старейшин. Чжан Тай Сюань еще раз оглянул всех, после чего продолжил, хотя я надеюсь, что все мои догадки неверны. В нынешней ситуации дворец Хуайань должен подготовиться к худшему варианту. Достопочтенные старейшины, пожалуйста, выскажите свое мнение по этому поводу. Все старейшины замолчали. Вскоре после этого они посмотрели на Чжан Ти. Поскольку Чжан Ти скоро станет первым великим старейшиной дворца Хуайань, в соответствии с правилами, он должен высказать свое мнение первым. Под пристальными взглядами окружающих, Чжан Ти медленно открыл глаза. Он вздохнул, после чего сказал. Все догадки главы клана верны. Это не просто мое мнение. Семена которыми торговали бизнес-группы, связанные с церковью достигающей небес, действительно отравлены. Старейшины обменялись взглядами друг с другом. Они не предполагали, что Чжан Ти сразу же подтвердит догадки Чжан Ти Сюаня. Старейшина Муинь нарушил тишину, задав вопрос, который беспокоил всех присутствующих. Почему старейшина Му Шинь настолько уверен в этом? Я прибыл в город охватывающего тигра чуть раньше. Прибыв в город, я решил пройтись по нему. И чисто случайно я встретил человека. Затем Чжан Ти спокойно описал, как он встретил Сунь Цзигу. Даже клан Чен использовал отравленные лекарственные материалы, чтобы отравить простолюдинов по всей стране Тайся, и скрытно уничтожить способность к производству медикаментов низкого уровня в больших масштабах. Поэтому что уж говорить о семенах зерен. Возможно страна Тайся уже давно покрыта ядовитыми семенами. Чжан Ти восстановил свое самообладание от шока, грусти, пустоты и растерянности. Поэтому его голос был наполнен невысказанным спокойствием и мудростью. Глава 1202. Наступление тьмы, часть 4, кризис с которым сталкивалась страна Тайся, заставил старейшин дворца Хуайань потерять дар речи. В этот момент Чжан Ти почувствовал, что он снова стал тривиальным и беспомощным. Он не был богом, поэтому он не мог изменить того, что уже произошло. Полностью восстановив свое самообладание, Чжан Ти обнаружил, что он может только приложить все усилия, чтобы принять подходящие контрмеры. Он был мужчиной, отцом 8 детей, мужем 6 женщин, столпом семьи Чжан, основателем секты Железного Дракона и человеческим земным рыцарем. Он не мог уклониться от своих обязанностей. У него не было времени чувствовать грусть и ярость. Это уже можно считать фактом. Мы должны выяснить, что именно церковь, достигающая небес и демоны, сделали с зернами и семенами. Только так дворец Хуайань сможет принять правильные контрмеры. Чжан Ти оглянулся вокруг, после чего спокойно добавил, поскольку старейшины и глава клана более опытны в этом аспекте, вы должны понимать, что это правда. Чжан Ти Сюянь и остальные старейшины молча нахмурились. Затем старейшина Муяань сказал, учитывая историю до катастрофы, может они опять заразили зерна каким-то особым патогеном, после чего зерна перенесут этот патоген в человеческое тело. Я так не думаю. Старейшина Муяань покачал головой, после чего продолжил, трехглазая ассоциация и демоны уже использовали этот трюк до катастрофы. Передав неопознанный патоген в человеческое тело при помощи зараженного зерна, они заставили большое количество людей Хуа потерять свою репродуктивную способность. Большое количество женщин делали аборт из-за смерти или порока в развитии ребенка. Страна Тайся до сих пор не забыла этот жалкий урок. Чтобы не позволить демонам и трехглазой ассоциации использовать тот же трюк, с момента основания страны Тайся, по всей стране был создан крупномасштабный механизм по статистике. Общему обследованию и обнаружению эпидемий. Даже провинция Юджио использует этот механизм. Данные о пациентах в государственных больницах по всей стране Тайся каждый сезон собираются в провинциальных и префектурных бюро по медицинским вопросам, которые затем анализируются системой разностных двигателей. Как только в провинциях возникает одинаковая массовая проблема со здоровьем, эти провинции сообщают об этом своим начальникам для дальнейшего расследования. Будучи самой сильной страной, страна Тайся никогда не допустит повторения той же ошибки. Ханчжинфон четко понимал механизм здравоохранения и защиты страны Тайся. Если бы зерно из семена распространяемые церковью достигающей небес были отравлены, всего через несколько лет, те кто употребляли их, наверняка имели бы проблемы со здоровьем, которые наверняка были бы обнаружены, после чего была бы раскрыта настоящая личность Ханчжинфона и клана в церкви достигающей небес. Поэтому этот вариант отпадает. Услышав слова старейшины Муэй, остальные кивнули. Поскольку они не переносят патогены при помощи зерна, может они косвенно влияют на генетические функции людей Хуа? Этот метод также уже был использован на людях Хуа, сказал старейшина Муань. Услышав слова старейшины Муаня, остальные всерьез задумались. До катастрофы, после появления этих отравленных зерен, они были покрыты ореолами высокотехнологичных биологических технологий. В течение довольно длительного периода времени, механизм действия зараженных зерен и зараженных традиционных китайских лекарств, а также их опасности для человеческого организма были известны только трехглазой ассоциацией и демонам. В ту эпоху, именно ученые Хуа впервые открыли секрет, что эти зараженные растения и зерна могут влиять на генетические функции человека. Одним словом, микро-РНК растений попадало в кровь, ткани и органы человека при ежедневном приеме пищи. Как только они попадали в организм человека, они начинали влиять на физиологические функции организма человека, начиная изменять гены цели. Выше приведенное предложение описывало основу и принцип того, как зараженные зерна влияли на организм человека. Сегодня это предложение превратилось в максимум о человеке и еде, которой следовали все фармацевты. Люди едят не еду, а идею. По мнению одного традиционного фармацевта, который был одержим теорией заговора, Катастрофа зараженных зерен, которую люди Хуа пережили 1-0-0-0 лет назад, была лишь второй продуктовой катастрофой, которую пережили люди Хуа. Первая продуктовая катастрофа началась, когда люди Хуа сделали свинину своим основным мясом. Хотя люди Хуа имели долгую историю выращивания свинины и употребления ее в пищу, в течение довольно длительного периода времени основным мясом людей Хуа была баранина и говядина, а не свинина. Поскольку мы ели не еду, а идею, чистая и сильная нация должна сначала иметь чистый и сильный источник пищи. В книге «Теория пищевых идей для учеников травяной медицины» вред свинины был описан следующим образом. Свинья ест все и спит, когда хочет. Она даже не смотрит в небо и двигается, как больной человек. Ее природа похотливая, а мясо холодное на вкус. Это худшие животные в мире. Если люди будут есть свинину, они будут заражены ее природой. В медицинском каноне Хуан Ди было одно предложение. Люди, которые едят зерно, мудры. А те, кто едят мясо, презренны. В какой-то древней книге также был комментарий знаменитого древнекитайского врача. Если человек будет всегда есть свинину, у него будет меньше сперматозоидов. Кроме того, он будет чувствовать боль, усталость и раздражительность. В цитатах знаменитых врачей была одна классическая цитата. Свинина сжимает кровеносные сосуды, а также ослабляет сухожилия, кости и мышцы. Люди не могут всегда есть свинину. В церкви Гаи, в которую верил Джан Те, священники придерживала следующей доктрины и принципа. Не ешьте все, что выглядит отвратительно. Церковь Гаи верила, что если люди хотят сохранить чистую душу, здравый ум и иметь чистое и здоровое тело, они должны обращать особое внимание на свое питание. Многие народы не ели свинину. Это определенно не было совпадением, а мудрыми учениями предшественников. Хотя фармацевты ели мясо, они не ели свинину. В семье Джан Те, с тех пор как Джан Ян стал фармацевтом, вся семья Джан больше не ела свинину. Кроме того, свинина больше не была основным мясом для людей Хуа. Услышав слова старейшины Муаня, весь дворец предков затих. Все присутствующие старейшины были в медитации, включая и Джан Те. Затем Джан Те Сюань покачал головой. Шанс слишком низок. Как и в случае с первым вариантом, если церковь, достигающая небес, использовала бы такие зерна и семена, эти зерна определенно уже вызвали бы большие проблемы со здоровьем многих людей. Тогда есть только один вариант. Старейшина Муинь сделал глубокий вдох. Джан Те вздохнул и сказал. Это означает, что эти зараженные зерна и семена зерен вступают в силу только через 10 поколений, или еще больше. В них нет опасного патогена или генетической модификации, нацеленной на ослабление здоровья человека. Тем не менее нормальный рост и способность к размножению этих зерен и семян были кастрированы. Хотя сейчас эти зерна и семена выглядят нормально, в один прекрасный день они прекратят давать потомство. Каждое зерно и семя, проданные церковью, достигающие небес, являются бомбой замедленного действия. Как только они начали управлять этими зернами и семенами, они уже определили точное время взрыва этих бомб. Учитывая население страны Тайся, если в стране закончится зерно, обычные люди начнут голодать, в результате чего страна Тайся погрузится в гражданскую войну из-за голода еще до прибытия демонов. Ни один субконтинент или континент не сможет прокормить всю страну Тайся. Глава 1203 Контрмеры дворца Хуайань в ходе переговоров, старейшина и глава дворца Хуайань раскрыли план церкви достигающей небес. Затем они начали обсуждать контрмеры. Говоря о контрмерах, дворцу Хуайань нужно было поблагодарить пожирающую команду. Когда главные силы дворца Хуайань переехали в провинцию Юджау, дворец Хуайань вел себя очень аккуратно, чтобы не получить удар со стороны пожирающей команды. Поэтому после того, как дворец Хуайань переехал в страну Тайся, все семена, которые дворец Хуайань выращивал на земле префектуры Янхи, были привезены из субконтинента Ваи. Поэтому дворец Хуайань скорее всего не был заполнен отравленными зернами. Кто бы мог подумать, что этот поступок дворца Хуайань станет их козырем, который поможет им пережить кризис, стоящий перед всей страной Тайся. Перед возвращением в страну Тайся, все старейшины предложили взять с собой семена с субконтинента Ваи, на случай если провинция Юджау будет контролировать другими людьми и у нас возникнут проблемы с зернами. Я не предполагал, что такое тривиальное решение старейшин сегодня будет иметь такой большой эффект и даст небольшую надежду нашему дворцу Хуайань. Джан Тайсюань эмоционально вздохнул. Затем он встал и сказал, в то время Тайсюань сражался с демонами в царстве элементов земли. Благодаря вашим всесторонним приготовлениям, наш клан будет в относительной безопасности. Пожалуйста, примите мой поклон. Это наша обязанность. Будучи членами дворца Хуайань, конечно же мы должны думать о будущем дворца. Глава клана, мы не смеем принять твой поклон. Сказав это в унисон, остальные старейшины поспешно поднялись и глубоко поклонились Джан Тайсюаню. Затем они снова сели. С наступлением весны, нам на всякий случай нужно начать обрабатывать больше земли и посеять больше семян в префектуре Инхи. С зерном на наших складах, мы не будем паниковать во время хаоса. Пока у нас будет зерно, наш дворец Хуайань не будет бояться демонов и трехглазой ассоциации, поскольку мы будем более уверенными и сможем быстрее и спокойнее реагировать на разные кризисы. Что касается обработки новых сельскохозяйственных земель, я предлагаю дворцу Хуайань нанять или принять беженцев с субконтинента Чаосан или других субконтинентов. Настало время сделать вложения. Если мы используем наши накопления, за один год мы сможем обработать еще 700 миллионов квадратных метров пустоши. Предложил старейшина Муинь. Я согласен со старейшиной Муинь, но боюсь, что мы не сможем контролировать такое количество посторонних. Добавил старейшина Муинь. Бывший корпус ураган был расформирован после прибытия в страну Тайся. Однако после расформирования, корпус ураган сохранил свою общую силу. Они просто превратились в охранников бизнес-групп клана Чжан. Мы в любой момент можем легко их собрать обратно. Номинально они могут продолжать быть охраной наших бизнес-групп, но фактически они будут служить в качестве местной военной силы. Если корпус ураган будет отвечать за управление и обработки новых земель, все будет намного быстрее. Я согласен, это хороший метод. Этот план имеет наибольшее значение для нашего клана. Мы должны назначить способных людей, которые смогут хорошо управлять военными силами и обработкой пустоши. Кроме того, они также должны будут каждый сезон докладывать о прогрессе главе клана и другим старейшинам дворца Хуайань. После начала катастрофы кровавых фигур, цены на зерно по всей стране Тайся поднялись. Дворец Хуайань должен расширить наше зернохранилище во всех городах. Кроме того, мы должны ускорить закупку зерна из других мест. В случае крайней необходимости, люди даже купят одну паровую булочку за одну золотую монету. Старейшинаму и прав, нам лучше начать это как можно скорее. Бизнес-группа Длинного Ветра и другие бизнес-группы дворца Хуайань должны как можно скорее начать действовать. Поскольку мы смогли понять эту проблему, другие большие кланы также рано или поздно все поймут. Сейчас большие кланы страны Тайся собирают зерно относительно медленно, но когда все осознают важность проблемы и начнут скупать зерно, цены на зерно поднимутся как минимум в несколько раз. К тому времени города дворца Хуайань должны собрать как можно больше зерна. Я думаю, что нам не стоит тратить силы на строительство зернохранилищ за пределами городов. Нам лучше построить новые боевые крепости около городов префектуры Инхи. Они очень быстро строятся. С одной стороны, боевые крепости могут помочь городам защищаться от врагов и успокоить общественность. А с другой стороны, мы можем использовать их в качестве временных зернохранилищ и хранить часть зерна в боевых крепостях. Одним камнем двух птиц. Всего за полчаса, старейшины обсудили множество предложений и приняли много решений. Помимо постоянного расширения обработанных земель в префектуре Инхи, в течение ближайших лет дворец Хуайань также будет постоянно закупать землю, принимать беженцев, расширять армию, обращать повышенное внимание на семена и зерно, увеличивать зернохранилища, ускорять подготовку внутренних войск, увиливать разведывательную и информационную сети, а также налаживать координацию с другими большими кланами в провинции Ючжоу. Хотя общая боевая сила других старейшин дворца Хуайань может быть ниже, чем у Джанте, однако все они были такими же хитрыми, как и Джанте. Джанте все время просто молча слушал слова других старейшин. Старейшина Мушинь, что ты думаешь по этому поводу? Джанте Сюань перевел взгляд на Джанте. Глава клана и остальные старейшины очень опытные, зрелые, мудрые и внимательные люди. Вы уже все сказали, поэтому мне нечего сказать. Дворцу Хуайань повезло иметь такого главу клана и старейшин, скромно и вежливо сказал Джанте. Услышав похвалу Джанте, Джанте Сюань улыбнулся, а остальные старейшины радостно коснулись своих бород. Но в их головах было одно предложение, которое другие старейшины не говорили. На самом деле все они считали, что дворцу Хуайань повезло иметь Джанте в качестве великого старейшины, потому что он не был жадным к власти и влиянию, а также был скромным и молодым. Во многих больших кланах страны Тайся были великие старейшины, которые злоупотребляли своей властью и отталкивали своих глав и других старейшин только ради власти и прибыли. Но Джанте, который был молодым, вежливым, сильным и мог заставить принцессу особняка лорда Гуанань быть послушной, напротив, на был жадным к власти. Хотя старейшины не посещали Джанте в городе Цзинью, они слышали, что принцесса особняка лорда Гуанань напрямую называла родителей Джанте отцом и матерью. В глазах старейшин, брак между Джанте и Байсусянь был неизбежен. Как только Джанте станет зятем особняка лорда Гуанань, его положение во дворце Хуайань станет более особенным и почетным. Если бы Джанте сказал эти же слова раньше, другие старейшины посчитали бы, что это было разумно, потому что Джанте был самым молодым старейшиной клана. Однако после того, как Джанте стал великим старейшиной дворца Хуайань, его слова стали очень приятны для остальных старейшин. Хорошо, тогда мы все решили, сказал Джанте и Сюань, после чего остальные старейшины кивнули. На этом собрании старейшин официально завершилось. «Старейшина Мушинь, можешь ли ты пройтись со мной по горе охватывающего тигра?» Джанте и Сюань спросил Джанте. Услышав это, все поняли, что Джанте и Сюаню нужно было о чем-то поговорить с Джанте. Поэтому они попрощались с Джанте и Сюанем и Джанте, и покинули дворец предков. «С удовольствием», — ответил Джанте. Затем они вышли из дворца предков и по каменным ступенькам направились к вершине горы. Поскольку на дворе была зима, темнело довольно рано. Когда Джанте прибыл на гору охватывающего тигра, было еще светло. Однако после собрания, на улице уже стемнело. Под цветом зеленых флюоритовых ламп, каменные ступеньки выглядели туманными. Хотя на каменных ступеньках не было снега, он них было много влаги. Джанте и Джанте и Сюань вскоре добрались до павильона на вершине горы. Отсюда они могли видеть яркий и теплый свет домов, покрывающий весь город охватывающего тигра и огромное море с другой стороны. Мне интересно, сможет ли город охватывающего тигра поддерживать такой мирный пейзаж после этой священной войны. Джанте и Сюань внезапно вздохнул, смотря на город охватывающего тигра у подножия горы. Пока Джанте думал над тем, о чем же Джанте и Сюань хочет поговорить с ним, Джанте и Сюань развернулся и спросил Джанте, старейшинамушинь, знаешь ли ты, какие отношения между дворцом Хуайани сектой Таи? Глава 1204. Чей выбор? Отношения между дворцом Хуайани сектой Таи? Услышав вопрос Джанте и Сюаня, Джанте был ошеломлен. Честно говоря, Джанте действительно не знал об этом ничего. Он знал лишь, что дворец Хуайань хорошо ладил с сектой Таи. Он понял это потому, как Лань Юньси стал рыцарем вскоре после присоединения к секте Таи. Помимо ее исключительного таланта и усилий, Лань Юньси также наверняка наслаждалась лучшими ресурсами для культивирования, чем другие ученики секты Таи. Я действительно не знаю об отношениях между дворцом Хуайани сектой Таи. Глава клана, пожалуйста, продолжай. Честно ответил Джанте. Отношения между дворцом Хуайани сектой Таи начались еще со времен лорда Хуайаня. Когда лорд Хуайань находился в стране Таися, у него было несколько близких друзей, один из которых происходил из секты Таи. Вот где начались отношения между дворцом Хуайани сектой Таи. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа и вошел в царство элементов земли для практики в то время они оба были рыцарями черного железа позже лорд хуайань присоединился к армии божьей воли одной из четырех лучших армий страны тайся и в конце получил звание генерала западной экспедиции а этот друг лорда хуайаня также добился значительных успехов и вошел в число четырех старейшин секты то и кем и является до сих пор джан те действительно не ожидал что у дворца хуайани секты то и могли быть такие отношения неужели этот друг лорда хуайаня вынеси а нет это единственная женщина старейшина секты то и джу цань цань кто бы мог подумать что у лорда хуайаня была подруга в секте то и в этот момент джан те чувствовал себя абсурдно поскольку не знал плакать ему или смеяться джан те уже понял что джан тайсю я не хотел ему сказать поэтому прежде чем джан тайсю я не перешел главному джан те покачал головой с улыбкой на лице и сказал я знаю что ты хочешь сказать глава клана я верну этот корабль мне не жалко глава клана ты можешь забрать этот корабль когда тебе будет удобно это мелочи джан тайсю я не внимательно посмотрел на джан те и обнаружил что он не лгал поэтому он вздохнул хорошо я рад что ты так думаешь поскольку сейчас трудные времена дворцу хуайани не стоит портить отношения с сектой то и только ради воздушного корабля то что ты получил воздушный корабль от лица цу или это конечно хорошо однако после того как ты восстановил свою настоящую личность будучи старейшиной дворца хуайан тебе не стоит использовать корабль секты тая я понимаю джан те ответил с улыбкой перед тем как я решил раскрыть свою настоящую личность я уже обдумал эту проблему я не против в конце концов юниси все же член секты тая если отношения между сектой тая и мной старейшиной дворца хуайань ухудшаться юнси может даже пострадать от этого джан те говорил искренне по сравнению с ланьюнси этот корабль был ничем джан те никогда не смутит ланьюнси только ради воздушного корабля воздушный корабль был простым средством передвижения в глазах джан те даже один волос ланьюнси был ценнее этого корабля сказав это джан те заметил что джан те сюань выглядел немного странно джан те сразу же понял что только что он назвал ланьюнси довольно близко если бы у него не было особых отношений с ланьюнси как джан те мог назвать ее таким интимным образом им я уже давно знаю старшую ученицу лань еще со времен острова скрытого дракона затем затем мы были соратниками в театре сил не саем поэтому мы знакомы друг с другом джан те смущенно потер лицо никто во дворце хуая не знал о любовных отношениях между джан те и ланьюнси это было похоже на тайный роман сталкиваясь джан те сюань им джан те чувствовал что его как будто поймал отец молодой девушки пока они занимались любовью джан той сюань дважды кашлянул после чего отвел взгляд от джан те и опять посмотрел на город охватывающего тигра вражду труднее разрешить чем создать это недоразумение между сектой то и тобой лучше разрешить я приглашу представителей секты то и принять участие в твоей церемонии вращения чакры в качестве примирения и после церемонии они заберут корабль если тебе будет нужен воздушный корабль просто используй мой хорошо глава клана ответил джан те изо всех сил стараясь восстановить самообладание глава клана будучи губернатором провинции юджау конечно же тебе нужен воздушный корабль чтобы не упасть в грязь лицом если мне понадобится воздушный корабль я могу использовать корабль бизнес-группы ценю это все мелочи глава клана у джан я наиба и сусяню обоих были свои воздушные корабли даже если он вернет этот корабль это не окажет на него никакого влияния когда у него не было воздушного корабля джан те считал что воздушные корабли были редкостью но когда у него появился свой, он обнаружил, что он был ничем особенным. Если Джанти захочет получить воздушный корабль, то можно без преувеличения сказать, что через несколько дней перед ним выстроится очередь из людей, желающих подарить ему воздушный корабль. Поэтому он вообще не дорожил этим кораблем. Кроме того, его собственная способность к полету и способность к полету его маленького грома были намного лучше, чем у корабля. ММ глава клана, что-то еще. Джанти чувствовал себя все более смущенным, оставаясь рядом с Джантой Сюанем. Поэтому он сильно хотел уйти. Нет, мы просто общаемся. Старейшина Мушень, у тебя есть какие-то дела? Я пообещал маме поужинать сегодня дома. Серьезно ответил Джанти. Услышав слова Джанти, брови Джантой Сюаня подпрыгнули, и он чуть не подавился. Однако он все же кивнул и сказал. Если так, тогда я не буду задерживать тебя, старейшина Мушень. Надеюсь, что старейшина Мушень не забудет о церемонии вращения чакры. Конечно, ну тогда я пойду до встречи. Сказав это, Джанти исчез, не дожидаясь ответа Джантой Сюаня. Джантой Сюань смотрел в ту сторону, куда улетел Джанти, и неосознанно погладил странно выглядящее разноцветное кольцо. Это кольцо уже упоминалось, оно довольно подозрительное, со слегка странным взглядом. Затем он пробормотал. Юньси. Юньси. Только когда Джанти отлетел на сотни миль от города охватывающего тигра и почувствовал сильный порыв холодного ветра, он восстановился от слегка смущенного и взволнованного состояния, и обнаружил, что немного отклонился от верного направления. Джанти покачал головой и горько улыбнулся. Когда вы делали что-то тайное, вы также будете чувствовать себя виноватым, будь вы старым или молодым, сильным или слабым. Когда он понял, что Джантой Сюань, возможно, догадался о любовных отношениях между ним и Ланьюнси, Джанти слегка запаниковал. Я действительно не знаю, почему я так запаниковал. Немного выругав себя, Джанти слегка изменил направление и полетел в сторону города Цзинью. Информация, которую Джанти получил в городе охватывающего тигра, заставила его осознать возможную опасность, с которой столкнется страна Тайся. Если в стране Тайся действительно начнется голод и гражданские беспорядки, что мне делать? Джанти думал об этом на пути городу Цзинью. Ответ на этот вопрос заставил Джанти снова понять один закон, а именно он не был богом, даже если у него был замок черного железа. Поскольку он не мог спасти всех, ему нужно было спасти как можно больше людей. Если бы у него было достаточно времени, он действительно мог многое сделать при помощи замка черного железа. Но проблема заключалась в том, что церковь достигающая небес и демона не давали стране Тайся много времени. Если бы я был Ханчжинфаном, я бы сначала взорвал кризис отравленных зерен через год или два. И когда кризис отравленных зерен полностью вступит в силу, я бы взорвал катастрофу кровавых фигур. Эти две катастрофы определенно были бы ужасно разрушительны для страны Тайся. Однако я нарушил план Ханчжинфана и демонов, и заставил катастрофу кровавых фигур начаться намного раньше. Исходя из скорости расширения замка черного железа, когда страна Тайся станет полностью хаотичной, лорд замка сможет телепортировать в замок черного железа множество людей. Те, кто войдут в замок черного железа, по крайней мере не умрут от голода. Кроме того, в замке черного железа хранится множество зерен. У лорда замка есть самые лучшие семена в мире. Хаотичная ситуация в стране Тайся может означать шанс для лорда замка. Голос Хеллера раздался в море разума Джанти. Джанти покачал головой, и ответил. Это слишком жалкий шанс. Я не хочу такого шанса. Это не вы выбрали эту эпоху. Это эта эпоха выбрала вас. Глава 1205. Церемония вращения чакры со вчерашнего вечера. Весь город охватывающего тигра стал шумным. Город охватывающего тигра не был настолько шумным с момента его основания. Простолюдины, живущие в городе охватывающего города еще ни разу не видели столько воздушных кораблей. Ранним утром 2 февраля, воины дворца Хуайань появились на улицах города в совершенно новых доспехах, шлемах и праздничных плащах красного цвета. Как только они появились на публике, весь город наполнился шумом. Еще до рассвета, у подножия горы охватывающего тигра собралось множество простолюдинов. Все они смотрели на вершину горы. Большинство из них были членами дворца Хуайань. Многие люди прилетели сюда со всей провинцией Юджау, чтобы принять участие в церемонии вращения чакры. Несмотря на то, что им было запрещено входить на гору охватывающего тигра, они все равно гордились тем, что присутствовали тут. У дворца Хуайань наконец-то появился еще один земной рыцарь. Это было большое событие для каждого члена дворца Хуайань. Чем больше рыцарей было в клане, тем сильнее был клан, тем славнее будут потомки этого клана, и тем больше у них будет шансов на развитие. Дворец Хуайань уже ужасающе много лет не проводил церемонию вращения чакры для земного рыцаря. Несмотря на то, что Чжан Тайсюань, глава дворца Хуайань, несколько лет назад прорвался на уровень земного рыцаря, поскольку тогда он уже был губернатором провинции Юджау, ему было запрещено проводить церемонию в соответствии с регламентом чиновничества страны Тайся. Однако на этот раз церемония вращения чакры проводилась для старейшины Мушиня, самого молодого старейшины дворца Хуайань. Опыт старейшины Мушиня был легендарным. Особенно после оправдания, старейшина Мушинь стал известен по всей провинции Юджау, и даже стране Тайся. Посторонние могут не знать, кто был главой дворца Хуайань, однако они наверняка слышали о Чжан Те, Чжан Мушине. Многие простолюдины узнали, что старейшина Мушинь вернулся в клан, всего несколько дней назад. Но самым шокирующим было то, что Цуэли, отшельник огненного дракона из секты Железного дракона, оказался второй личностью старейшины Мушиня. Более того, старейшина Мушинь пробудил уникальную бессмертную родословную. Несмотря на то, что катастрофа кровавых фигур по-прежнему бушевала по всей стране Тайся, новости о Чжан Те все равно шокировали всю страну. Вот почему город охватывающего Тигра сегодня был таким шумным. Все большие кланы провинции Юджау, всего северо-восточного военного округа, и даже некоторых отдаленных провинций, таких как провинция Силы, отправили своих представителей для участия в церемонии вращения чакры на горе охватывающего Тигра. Помимо больших кланов, четыре из семь лучших секты страны Тайся также отправили своих представителей, это были, Секта Таи, Закон Силы Золота, Секта Небесная Удача и Долина Убивающая Демонов. Даже особняк Лорда Гуэннань, расположенный на юго-западе страны Тайся, отправил Королевское Высочество, похоже, что это брат Байсусянь, для участия в церемонии вращения чакры. Но что было самым удивительным, так это то, что даже Верховный суд Холма Сюань Юань и Северо-Восточного военного округа, которые не посещали подобные церемонии, отправили важных чиновников. В этот момент, вся гора охватывающего Тигра была покрыта рыцарями и вип-персонами. Представители больших кланов пребывали один за другими. Это были самые славные моменты в истории Дворца Хуайань, даже если брать в учет, когда Лорд Хуайань еще был жив. Размах был как у высших кланов страны Тайся. У подножия горы охватывающего Тигра, потомки Дворца Хуайань были невероятно рады. Некоторые люди даже плакали. В результате чего, престиж старейшины Мушеня, который был источником этого всего, достиг нового пика среди членов Дворца Хуайань. Как и ситуация у подножия горы, площадь за пределами Дворца Предков на горе охватывающего Тигра также была чрезвычайно шумной. На ней было собрано более 2000 вип-персон. Среди них были представители всех влиятельных кланов провинции Юджау, а также те кланы, которые присутствовали на церемонии открытия секты Железного Дракона. Ученики Чжанте, отшельник, поднимающий гору. Представители клана Чжау и клана Ян из провинции Силы. Пара Лучжунмина и их ученики. Представители других больших секты Верховного Суда Страны Тайся, а также Королевское Высочество из особняка лорда Гуанна Нитэды. Члены семьи Чжанте также находились на площади возле Дворца Предков. Будучи членами семьи виновника этой церемонии вращения чакры, конечно же они также имели право присутствовать на церемонии и могли разделить славу Чжанте. Родители Чжанте, старшие невестки, Чжан Ян, его племянники, Линда, Биверли, Фиона, Аймэ и Айсюэ, дети Чжанте, бабушка и дедушка Чжанте, дядя, тетя и двоюродные родственники Чжанте, все были одеты в богатые наряды и собирали взгляды тысяч людей. Линда, Биверли и Фиона были самыми выделяющимися среди жен Чжанте. Многие люди в провинции Ючжао и Северо-Восточном военном округе слышали, что у Чжанте было три иностранные жены. Однако очень немногие люди видели их. Линда, Биверли и Фиона впервые появлялись на публике. Среди людей с черными волосами и глазами, конечно же три иностранки сильно выделялись. Линда, Биверли, Фиона, Аймэ и Айсюэ готовились к этому дню почти неделю. В этот момент все они были хорошо одеты и были в величайших церемониальных одеждах. Ах, похожи ли мы на легендарных герцогинь? Фиона прошептала Линде и Биверли. Биверли и Линда одновременно слегка улыбнулись. Если бы мы были на субконтиненте Вае, даже королевам и принцессам обычных стран пришлось бы кланяться нам. Прошептала Биверли, мы являемся воплощением поговорки, что жены хуа драгоценны из-за своих мужей. Те девушки из ассоциации Рост даже подумать не могли о таком. Фиона скрытно высунула язык, но поскольку на нее обращали внимание много людей, она поспешно снова притворилась элегантной. Поскольку они понимали, что вокруг было много рыцарей, они шептались на иврите. После прибытия в страну Тайся, они обнаружили, что люди хуа не знали иврит, за исключением некоторых бизнесменов. Люди хуа были слишком высокомерными. На их памяти, Джанте был единственным рыцарем хуа, который мог говорить на иврите. Поэтому окружающие не могли понять, о чем они говорили. Вся эта сцена не была странной для родственников Джанте со стороны его дедушки. Тем не менее, его родители и жены впервые сталкивались с таким событием. Когда Джанте проводил свою первую церемонию вращения чакры в городе Иин, члены его семьи уже переехали в страну Тайся. Они были в городе Фухай, провинции Инджау. Поэтому члены семьи Джанте видели ту церемонию только по фотографиям. Тем не менее, это полностью отличалось от личного присутствия. Поскольку церемония еще не началась, вся аудитория, насчитывающая более 2000 человек, не была тихой. Многие гости шептались друг с другом, украдкой поглядывая на семью Джанте. Отец Джанте выглядел немного напряженным, со слабым румянцем на лице. Сидя в первом ряду рядом со стариком, все мышцы Джанпина были напряжены, и он время от времени разглаживал свою одежду. В феврале еще было прохладно. Однако лоб и виски, Джанпина были покрыты тонкими каплями пота. Папа, все в порядке. Просто чувствуй себя как дома. Это церемония Джанте, а не кого-то другого. Не нервничай. Джаньян слегка наклонился вперед, и тихо успокоил отца. Джанпин обернулся и улыбнулся. Затем сказал. Я не знаю почему, но в последнее время мне кажется будто я сплю. Дома все было в порядке. Однако придя сюда, у меня начало кружиться голова. Джанте, твой сын, поэтому тебе не нужно беспокоиться. У тебя хороший сын. Я не зря прожил жизнь увидев как мой внук проводит две церемонии вращения чакры. Старик удовлетворительно вздохнул и продолжил. В будущем вы возможно еще увидите такую церемонию в третий и в четвертый раз. С каждым разом они будут все более грандиозными. Но я боюсь что я не смогу дождаться того момента, когда Джанте проведет свою третью церемонию вращения чакры. Однако после этой церемонии у меня не будет никаких сожалений. Кхем-кхем. Старик закашлялся и слегка согнулся. Старший дядя Джанте поспешно похлопал его по спине, однако старик остановил его. Вскоре после этого старик выпрямился и махнул рукой, говоря окружающим членам семьи, что с ним все в порядке. Папа, не говори так. Джан Ян уже купил остров на юге, где круглый год весна. Зима в провинции Юджау слишком холодная и вредна для пожилых. В следующий раз ты сможешь перезимовать на юге. Джан Пин поспешно утешил старика. Я прекрасно понимаю в каком я состоянии. Старик слегка улыбнулся, показывая, что он был спокоен. Затем он добавил, кроме того, в последнее время мне всегда снится бабушка Джанте. Ранее, когда мне снилась его бабушка, я не мог четко видеть ее лица. Однако сейчас ее лицо становится все четче. Услышав слова старика, все члены семьи обменялись взглядами друг с другом. Затем старший дядя Джанте сказал. Папа, все когда-то умрут, этого дня не стоит бояться. Это вселенский закон, а также обмен веществ нашей семьи Джан. Старик внушительно махнул рукой, останавливая дальнейшее утешение окружающих. Несмотря на свое плохое здоровье, достоинство старика в семье Джан было священным. Затем он продолжил. Ладно, хватит говорить об этом. Сегодня праздничный день для семьи Джан. Я хочу увидеть славные моменты моего внука. Все вип-персоны образовали небольшую веерообразную зону вокруг места проведения церемонии. Напротив семьи Джан сидели Бай Сусянь и еще один мужчина. Этот мужчина выглядел немного старше Бай Сусянь. Сидя в шелковой мантеле, нефритовом поясе и короне, состоящей из двух драконов, играющих с мечом, он слегка напоминал Бая Сусянь. Однако его лицо было немного шире. Он выглядел слегка решительным, благородным и достойным. Тут присутствуют четыре из семь лучших сект страны Тайся и семь кланов губернаторов провинции северо-восточного военного округа. Даже долина убивающая демонов отправила сюда своих представителей. Сюда также прибыли старейшины клана Цинифани с провинцией Инджау. Ты действительно дальновидная, Джан Те и правда необычен. Неудивительно, что он стал таким известным по всей стране Тайся, пробыв в ней всего несколько лет. Затем Королевское высочество из особняка лорда Гуаннань посмотрел на жены детей Джан Те, телепатически разговаривая с Бай Сусянь, которая сидела около него. Что еще важнее, так это то, что все жены Джан Те простолюдины. Если ты выйдешь за него замуж, у тебе все еще может быть право голоса в семье Джан Те. Если так, то папа успокоится. Я не напрасно прибыл сюда. Это не твое дело. Ты принес достаточно подарков? Яростно ответила Бай Сусянь, внешне поддерживая поведение принцессы. 2000 кристаллов элемента воды, 20 миллионов золотых монет, 2000 парнефритовой слоновой кости и рогов носорога элемента земли, 2000 ящиков с драгоценными камнями, 5000 кг звездного фиолетового золота, 200 000 кг сандалового дерева высшего сорта, 2000 ящиков различных лекарственных средств высшего класса, а также чая с южной границы. 800 000 м шелковой ткани золотого питона, 2000 верных мастеров, а также город Небесной звезды, расположенный озеро Небесной звезды на южной границе. Старик отправил шесть воздушных кораблей фиолетовое облако для перевозки этих подарков с южной границы. Похоже, что старик доволен этим зятем, как мало. Бай Сусянь недовольно надулась. Услышав слова Бая Сусянь, королевское высочество из особняка лорда Гуаннань подавился слюной и закашлялся, привлекая внимание окружающих. Глава 1206. Шокирующее явление Пока гора охватывающего тигра была наполнена шумом, Джанте молча смотрел на кое-что в своей руке, стоя в своем павильоне старейшины на вершине горы. В руке Джанте лежало два чрезвычайно обыкновенных семени черной шелковицы. Эти семена черной шелковицы были переданы Джанте старейшиной долины убивающей демонов. Этот старейшина сказал Джанте, что Пандора культивирует в скрытом месте долины убивающий демонов и пока не может выйти. Узнав, что Джанте был оправдан и что он вернулся в провинцию Юджау, Пандора сказал этому старейшине передать Джанте два семени шелковицы. Этого было достаточно для Джанте. Эти семена черной шелковицы были собраны Джанте в дикой природе, когда он проходил тренировку выживания в долине дикого волка, после чего он подарил их Пандоре. Поскольку Пандора попросила кого-то вернуть эти два семени черной шелковицы, это указывало на то, что она все еще скучает по Джанте. Смотря на два семени черной шелковицы, Джанте показалось, что он смотрел в два черных глаза Пандоры, поэтому он почувствовал тоску. В этом мире было трудно найти настоящую любовь. Чем успешнее и выше была позиция человека, тем лучше он понимал, что было самым ценным. Старейшина удачный момент уже на подходе. За Джанте раздался голос Дьякона Юй. Все вокруг было таким же, как когда он проводил свою первую церемонию вращения чакры на горе Эйн. Даже Дьякон Юй, которую Джанте уже давно не видел, казалось почти не изменилось. В прошлый раз Дьякон Юй стояла за Джанте в его павильоне старейшины на вершине горы Эйн. Сейчас она также следовала приказам Джанте, но уже в его павильоне старейшины на вершине горы охватывающего тигра. После того как Джанте вернулся в клан, в его павильон старейшины на горе охватывающего тигра отправили большое количество Дьяконов. Но поскольку Джанте был лучше всего знаком с Дьяконом Юй, он позволил ей управлять повседневными делами в своем новом павильоне. Нынешний павильон старейшины Джанте на горе охватывающего тигра отличался от павильонов других старейшин дворца Хуайань. Павильоны других старейшин были трехэтажными, но павильон Джанте был пятиэтажным, все из-за того что он был великим старейшиной дворца Хуайань. После того как Дьякон Юй была избрана в качестве управляющего павильона старейшины Джанте, ее положение в клане Джан сильно возросло. В последнее время, Дьякон Юй стала самым завидным человеком среди всех Дьяконов и учеников. Все ученики и Дьяконы мечтали о том чтобы служить великому старейшине. Старейшина обнаружив что Джанте стал рассеянным при виде семян черной шелковицы, Дьякон Юй сделала шаг вперед и сказала тихим голосом «Можем ли мы посадить семена черной шелковицы в провинции Юджоу?» Джанте развернулся и спросил Дьякона Юй, что слегка потрясло ее. Ей показалось что Джанте вообще не заботился о предстоящей церемонии. Да. Дьякон Юй посмотрела на ладонь Джанте и кивнула «Когда наступит весна, посади эти семена черной шелковицы в саду возле павильона Цзинью». Сказал Джанте, после чего встал и передал эти два семени черной шелковицы Дьякону Юй. Через год, когда черная шелковица вырастет и принесет семена, посади еще больше. Хорошо. Дьякон Юй почтительно приняла два семени черной шелковицы. Черная шелковица не была драгоценным растением. Листья этого дерева не были красивыми, а цветки были обычными. Поэтому большие кланы вообще не сажали черную шелковицу. Только сельские фермеры сажают несколько штук в своих собственных дворах или вокруг своих домов, для того чтобы использовать шелковицу в качестве шампуня. Тем не менее, Джанте любил семена черной шелковицы. Поэтому даже если Джанте прикажет заменить все деревья на горе охватывающего тигра на семена черной шелковицы, никто во дворце Хуайань не посмеет сказать ему нет. Куан, затем из колокольни в самом высоком месте горы охватывающего тигра раздался мелодичный и громкий звон колокола. Вскоре после этого колокола, в следующее мгновение прозвенели все колокола в префектуре Янхи. Сразу после первого звона, вся гора охватывающего тигра затихла. Звон колокола указывал на то, что наступил удачный момент, и церемония официально началась. Пошли. Джанте махнул рукой, и вышел из ворот своего павильона старейшины. Общий процесс всей церемонии был похож на процесс его первой церемонии вращения чакры. Помимо отсутствия выбора иероглифа путем вращения чакры, эта церемония была намного грандиознее первой. На Джанте также была корона из фиолетового золота, что указывало на удачу в бою. Однако по сравнению с прошлым разом, эта корона сильно отличалась. Когда он стал рыцарем черного железа, его корона была 23 см в высоту. Но став земным рыцарем, его корона стала 30 см в высоту. На обеих сторонах короны были выгравированы тотемы белых тигров, которые являлись бессмертными зверями людей Хуа, и символизировали царство земного рыцаря. Если Джанте станет теневым рыцарем, тотем на короне превратится в бессмертного зверя Сюянью. Джанте был одет в особый костюм, который назывался печатью земли. Вся церемониальная одежда была сделана из шелка золотого питона, что символизировало золотую чакру земного рыцаря. На церемониальной мантии были вышиты различные благоприятные узоры, которые имели особое значение. 800 женщинам-пкачихам понадобилось больше месяца, чтобы изготовить эту церемониальную мантию в соответствии со строгими требованиями. Перед ним шли два ряда воинов с церемониальными сосудами в руках. Кроме того, восемь пар молодых девственниц и девственников разбрасывали перед Джанте такие предметы, как духи, очищенная соль, пять злаков и цветы сандалового дерева. Этим парням и девушкам было не больше 12 лет. Для них это было начало светлого будущего, поэтому они много раз репетировали этот обряд. Старший дядя Джанте попросил у Джаньяна, чтобы Джанте дал два места для его внука и внучки, а все остальные юноши и девушки были из разных городов дворца Хуайань. За Джанте следовали два ряда дьяконов дворца Хуайань. На этот раз дьякон Юй наконец получила награду за служение Джанте, потому что у нее было право выбрать одну пару молодых людей, идущих перед Джанте. Многие люди, у которых были связи и способности во дворце Хуайань, приложили все усилия, чтобы их дети и внуки присоединились к команде, идущей перед Джанте. Благодаря этому, их дети и внуки засветятся на публике и увидят мир. А самое главное, они смогут завязать знакомство с Джанте. В будущем, если у этих детей будет хороший талант, когда они встретятся с Джанте и напомнят ему о том, что они были теми детьми, которые шли перед ним, когда он проводил церемонию вращения чакры, они, возможно, получат одобрение Джанте. Все прекрасно понимали, что после этой церемонии, Джанте станет великим старейшиной дворца Хуайань. Кроме того, Джанте был основателем секты Железного Дракона, чья боевая сила и разные техники занимали первое место в провинции Юджоу. У Джанте определенно было светлое будущее. Все люди во дворце Хуайань твердо верили, что старейшина Мушень однажды проведет свою трию церемонию вращения чакры, и станет первым старейшиной в истории дворца Хуайань, который достигнет уровня Теневого Рыцаря. Даже лорд Хуайань не достиг этого уровня. Несмотря на то, что Джанте чувствовал небольшую грусть из-за Пандоры, он почти полностью восстановил самообладание. Когда прозвенел девять и краткий звон, Джанте стал решительным. Затем он выпустил мощный торнадо боевой ци, который появился над горой охватывающего тигра как огромный огненный торнадо. Несмотря на то, что сейчас был день, облака над горой окрасились в цвет пламени, в результате чего облака казалось горели. Как только торнадо боевой ци Джанте поднялся в небо, все зрители были поражены. Выражения лиц многих рыцарей резко изменились. Даже старейшины дворца Хуайань удивленно подняли брови. Этот торнадо боевой ци действительно было сильным. Учитывая его внешний вид, все поняли, что Джанте должно быть уже давно стал земным рыцарем. Как только Королевское высочество из особняка лорда Гуаннань успокоился от шока вызванного словами Бая Сусянь. Увидев торнадо боевой ци, его глаза засветились проницательным светом. С утра огненного дракона, это торнадо боевой ци с утра огненного дракона, воскликнул кто-то в толпе. Как будто подтверждая слова этого человека, в торнадо боевой ци появился огромный огненный дракон и начал летать в небе. Вскоре свирепый огненный дракон и торнадо боевой ци исчезли. Пока публика вспоминала эту шокирующую сцену, через несколько минут вспыхнул еще один торнадо боевой ци. На этот раз торнадо боевой ци был великолепным и разноцветным, с тем же удивительным полем ци. Внутри разноцветного торнадо боевой ци появился странный пейзаж всей горы охватывающего тигра. Это что, с утра пяти элементов? Не может быть, закричал гость. Неужели старейшина Мушин не единственный, кто прорвался на уровень земного рыцаря? Откуда взялся второй торнадо боевой ци? Как один человек может одновременно культивировать два техники культивирования? Весь дворец предков затих. Королевское высочество из особняка лорда Гуанна не представители четырех о лучших сект страны Тайся, включая секту Таи, были потрясены. Некоторые из них стали беспокойными. Еще до своего прибытия, Джанте уже шокировал всех присутствующих. Глава 1207. Разные мысли Когда раздался 45-колокольный звон, Джанте наконец появился около дворца предков. Все гости бессознательно обернулись и увидели, как Джанте медленно и уверенно идет к ним, подобно луне окруженной множеством звезд. Многие гости уже встречались с Джанте, поэтому когда они увидели Джанте в этот раз, они не были слишком потрясены. Однако при виде Джанте, который был похож на подростка, все те, кто раньше не видел Джанте, широко раскрыли рты. Он слишком молод. Какой чрезмерно молодой земной рыцарь, в прошлом году Джанте отпраздновал свое 30-летие. Через месяц ему исполнится 31 год. 30-летний земной рыцарь определенно был редкостью среди семь лучших сект страны Тайса, не говоря уже о том, что внешность Джанте была намного моложе его фактического возраста. Учитывая его внешность, он был похож на простого подростка, и совсем не был похож на старейшину клана. Из-за чрезмерно молодого внешнего вида Джанте, многие люди даже забыли о шоке, вызванном двумя торнадо-боевойцей. При виде Джанте, глаза Байсу Сянь засияли. Но в отличие от нее, королевское высочество из особняка лорда Гуаннань показал выражение шока, как будто он увидел призрака. Младшая сестра, после этой церемонии, пожалуйста помоги мне узнать у Джанте, как он поддерживает свою молодость. Если он расскажет мне как быть таким же молодым, когда ты выйдешь за него замуж, я подарю вам еще два города в качестве твоего преданного. Телепатически сказал королевское высочество. Байсу Сянь закатила глаза в сторону своего старшего брата, после чего ответила «Это врожденные». Врожденные? Да. Он сказал, что он был поражен молнией, когда находился на субконтиненте Ваи. После этого его тело испытало некоторые экзотические изменения, из-за чего он всегда остается таким молодым. Услышав объяснение Байсу Сянь, королевское высочество из особняка лорда Гуаннань потерял дар речи. Как бы то ни было, он не будет испытывать эффект удара молнии. Будучи земным рыцарем, он не мог гарантировать, что с ним все будет в порядке после удара молнии. Молнии имели разную силу, большинство молний не могли причинить вреда земному рыцарю. Но бывали некоторые молнии, которые были ужасающими. На южной границе страны Тайся была подобная ужасающая запретная воздушная зона. Даже теневые рыцари превращались в пепел в той воздушной зоне. Отказавшись от этой затеи, королевское высочество мог